ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здорово всем, ребят! Начинаем! Мы турнир. Мы турнир. Так, ребят, сейчас я захожу на канал. Мы турнир. 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 Так, здорово всем, ребят. Захожу я в Battle Medvolyn. Только вот недавно я встал. Если честно, поздно лёг. Fallout там берил ночью. Вот. На самом деле, надо поменьше так делать. Давай. Давай. Так. Я же вроде добавил все это. Не-не, не добавил никуда. Сейчас скину. А, я аж ещё и не запилил даже ничего. Так. 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 Всё, всё вовсюду добавил. Сейчас лишнее закроем. Сетку вам скинул я. Так, с кем у нас тут? Так. 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 Мы в другом регионе. Так. 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 Так, ТВ-ТВ-1 ТВ-ТВ Так, ТВ-ТВ-1 Отлично А че не удалось-то, бляхому? Блин, мне че-то не удалось присоединиться к матчу Во Отлично Ну все, поехали ТВ-ТВ-1 Так, ребят, щас я захват проверю еще раз Так, у меня че-то не стоит, что я еще не понял А, все, понял, короче, ребят, щас я Перенесу вебчик вот так вот, как я до этого делал, чтобы вам там было видно все Да, действительно, баннер можно убрать здесь у нас баннеров никаких нет, я так понимаю Ну что, нонфую против скана у нас бьется такая пара получается Ну и ставит он хату вторую Ребят, стандартную против тирана, которая делается А что же скан? Скан у нас строит варак и ксм-ка вперед пошла, соответственно Мэджик хочет стримить Женя корейских всяких террасов Вот, я думаю, что я Я думаю, что я Скорее буду стримить лузеров, чем корейских террасов Кстати, щас я кое-что тут поменяю А то на Твиче еще задроты прибегут Опять начну жаловаться, что это не второй Старкрафт там, блин А первый Блин, как на Твиче он удаляется-то сложно, а? Игра просто, это жесть какая-то О, наконец-то поменялся Я извиняюсь, здесь вторая макрохата и дронов перевел нотку Ее несколько штучек вперед и ставят сразу пушку на всякий случай одну Здесь у нас овер залетает, рядом прям с ним висит барак И посмотрите, что делает этот чертов скан Он играет, то есть он не в био играет Он пытается выцепить здесь овера, но его не выцепить вообще Все снял с газа Маленьким образом достает сейчас Так, у меня не оконный режим все стоит, старики Почему-то он сворачивается, когда все закрывается Не понял я почему Здарова всем, ребят Евгений Пономарев На Твиче, пацаны, поменял я игру Короче, чтоб Старкрафт первый был Вот, там в игре стоял Сейчас похоже на Глубдейме тоже везде поменяю А то не порядок Тем временем Такую рабочих строит Не успевает, правда, он их нормально направит Вот сейчас только готово Оп, три на газ, четыре на газ Квад 4 ты тебе до одного вывел Все норм, на мейне продолжают рабочих строить Тут делается лейер Здесь макрохата Гидроден Наверное, шпиль будет еще заказан в ближайшее время Немножко пораньше гидроден, чем лейер Но это стандартный расклад Но если оппонент его играет вообще в мех практически Потому что биоскан не делает Нужно ли тогда играть вообще мех Просто можно, по-моему, сделать скорость овером Гидры просто с дальностью, с рейнджом Нам подмасить, там поставить третью минералонли даже И... И типа, например, играть тут через минки игра Как бы через танк вроде бы И делается что-то в Старкорте с пристройкой Наверняка, кстати, это дроп Дропшик делается И это значит, что будет передроп в ультурок на мейн просто Так, на мейне уже пачка или больше даже рабочих шпиль пошел Ну, с шпилем мех тоже можно понапрягать, попытаться Ну, уже делается инженерка, конечно Поэтому напрягать тяжело бы Овером залетает, но твой хочет уж очень сильно видеть Все Вот он сейчас спалит, что здесь факты у нас Спалит, что Старпорт работает И поймет, что не био это улетит назад вообще Вот и первый в райд Остается на минке Сейчас от сплэшом от него и рабочий может взорваться, по-моему, не? Полетел куда овер На мейне ультуря Да, вот о чем я говорил Посмотрите, нет А, я вообще проморгал Как построил этот дропшик у нас Скан Гидра почему-то бегает Вообще На много сливается В общем Нашел уязвимую позицию Где могут ультурки подзакрошить Дронов на двою пытаются увести Такая жесть С одного дропа просто Столько проблем произошло Кстати, барак обратно на мейн вернулся Если мы сейчас увидим академию То возможно переход будет в био обратно Короче, 1-0, ребят 1-0 1-0 1-0 1-0 Ну, проморгал немножечко, дроп бывает И какое Ничего страшного 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 так ну что прыгаю в игру нанести слот все стандартно поехали очень неплохо рабочие направлены все четыре на разные минералина проморгал вот видел старпорт а дроп проморгал ну тху ю ю май бро 2.0 уже против ауэрплея а что он не присутствует что ли ауэрплея я вообще не понимаю у вас друг гиб ходит старкрафт написано ну тяжело с корейцами в первом старкрафте ошибиться спору нет скан как бы вроде бы не самый лютый кореец но но тем не менее а сейчас вам нолики единички притащу погодите чтобы вам было понятно чё к чему пул первого трасса кнут хую без газовый кстати гряпу ну посмотрим насколько он в кате здесь вот у нас уже овер пролетает понятно где нот хую становится живет тирану и он туда и побежит собственно говоря сейчас чё себе у корейца реакция лютая такая вроде бы у него должен быть финк на нашем то сервере а нет только собак заметил сразу же рабочего назад увел плюс пять еще сюда выставил ну все ничего здесь не сделать к сожалению собачками третья хатка макро хатка пошла интересно как скан здесь вообще отреагирует на это все дело у него второй барак между прочим делается он может какой то хитрый выход сделать на на самой начальной стадии на самом деле так картин ставить ну тут уж я ничего не поделаю вот постоит да пойдет я вот что то забыл в предыдущие разы я честно уже давно не стримил не стремился вот первый старик и по-моему у меня альтап как-то не так сворачивал раньше или здесь всегда так вот сворачивал здесь он там оконный может какой то режим надо поставить не знаю я сейчас проверю потом в паузе так ну ксм пришла все видит кореец ну твую 4 плюс 4 собаки 8 будет сейчас ну одну пушку я б на месте но твую все таки заказал мариков то здесь уже много достаточно 6 сейчас 8 будет они могут выход просто сделать и развалить здесь все нафиг а тем более что скорости собакам еще нет я так как понял все наконец то убил рабочего ну марики вперед погнали а ну твую отступать нужно пушку пили здесь быстрее или собак добавлять я не знаю а это фейковый выход назад пошел чертяга ну твую ну твую и не повелся пушку пока не ставил почему-то правда третья макрохата ну вот не работает ничего в ней не строится пока не знаю почему шпиль заказан так уж и собачек таких пару пачек не знаю среагируют скорее всего нет если сейчас пару огневиков у него будет просто построен они шпайрбаты то тогда я думаю он на изичах отобьется если же их не будет то хорошая реакция на рампу стал это кровал если б марики стояли ниже бы их окружили б собаки они их покусали вообще жестко бы всех бы сгрызли я уверен но он стоял между цеха и рампа и в итоге смог отойти как вы видите шпилек еще не готов тайминг мута какой-то так себе по-моему мута на седьмой должна появляться насколько я помню по андроиду стиме как он демагу учил здесь она на седьмой еще не появится я так понимаю и минералов пока что-то не хватает на муталисков на всех на всех а если будет выход на вот этих пацанах на био а ветеран сканер между прочим вот он вы видите просканил увидел что нет вообще пушек здесь никаких и если муты все это не не расконтролить например тогда будет печаль вообще а и и и и и Так, там пацаны покидают матчи, видимо, доиграли свои карты. Турееток ни много ни мало, уже 4 штучки здесь. И здесь кареет все ждет, причем муталиска именно фукуснул, я так понимаю. Здорово, Кирилл. Пока сворачиваться не буду, я сейчас писать, потому что что-то пацаны говорят лагает, когда сворачиваются. Вот, один смуталисков он, нотфую, там Женя, кстати, покидает, там, видимо, кончился матч тут первый. У нас-то второй уже идет, между прочим. И нотфую пытается муты тут поразваливать, делается гидродент, свитч, флюрует. Где же третья база-то? Где же дрон? Вот он, дрон. Андрюха пошел становиться хатой. Слушайте, ну тут как-то, как-то, этот, хоть развалил, как вы видите, корее, смутку. В итоге этому-то никакого урона экономики вообще не нанесло. Класс-то аркортовый радиейт. Третьей базы нет вообще. Задержка, кстати, 90 секунд, помните об этом? Да, 90. Стояла она вчера еще. Ну вот где печаль. Базы нет, ничего нет, ребят. База бы не помешала бы, конечно, нотфую здесь. Третья. Потому что он сейчас на двух фактически зажат. Не получается, как-то круто сконтролить муталисками приходится. Их подстраивать постоянно. Там он какой-то желтый юнит пришел, насколько я вижу. Это КСМ. Спалил за каскад. А тогда уже давно надо было ее делать. Тут еще, понимаете, здесь должно быть два гидралиска. Они должны превратиться в двух люркеров. И тогда эта база будет фактически защищена на некоторое время. Но здесь этого не происходит. Пошла атака. Люра еще может. Смотрите, ну хую муталисками начинает с маленькими биться. Где же спасительные люркеры? Копай! Ну, копай же тут. Все, копалку здесь не убьют. Вот хую здесь люра закопан. Или скан хочет трех люркеров расконтролить по царским стиле надо, что ли? Не, ну трех люркеров он точно не расконтролит. Как тут ни крути. Но он будет стоять здесь мариком. И сейчас еще группу одну создаст. И пойдет сюда отменять хату, похоже. Дахаева здесь еще пилить и пилить. Можно отменять спокойно. Потому что она не достроится за люркерами, разве что строить ее. Ничего так пошло. Ничего так пошло, пацаны говорят. Но твой улетает тут, пытается все, что-то полетать, пострелять. А у них ничего так пошло. Наркоманы, что тут говорить. Сейчас радиейты начнутся. Вот уже энергия есть, по 75 они стоят. То есть это минус 2 люркера сразу. Здесь у нас один люркопан. Видимо, прям здесь гидралом он твой построил. Нужен хайфа, нужно... Но если будет хайф, и получится сюда, ну, рабочих перевезти, можно сделать, хотя бы выйти будет там в этот... В темную стаю, например, как бы получится. То будет неплохо. У корейца уже свитч пошел в мех. Кстати, у него мариков всего ничего, группка небольшая. То есть он уже свитч... А, ну хотя здесь еще группа. То есть он занимает респ, он занимает минерал-онли сейчас. И факты пошли. Плюс 3 штуки. Это серьезная очень такая заявочка. Плюс 3 факты. Музык. Так, ну здесь хоть газ выскочил. Сюда Индуса надо послать. Есть он? Не, нету что-то. Индуса пока... А не, о, есть. Куда? Почему он не делается? Чуть не понял. Чего он тянет вообще? Мута в итоге стоит, ничего вообще не делает. Понимаете, мута... мута вообще как бы такой юнит, который должен... Вот ты вначале построил муту, и ты должен и контролить, 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 и рано или поздно слить эту муту всю нахрен. Почему? Потому что иначе, иначе эта мута становится бесполезной вот на этой стадии. Что она может... Хотя, вот сюда залети сейчас, но тфую, на третью, например, можно поразваливать. Сюда может, ну хотя здесь мальки стоят. Ну блин, пачку мальков пачкой мута ну нужно расконтроливать на изи сейчас просто. Вот в чем вопрос. Нидуса так и нет. Очень странно это все, если честно. Что Нидуса так и нет. Что все долетели? Что эти наркоманы-то снизу делали? Я прям удивлен, что там с коржи умудрились все долететь сейчас. На мейне тоже с коржи. Они здесь должны висеть, они должны где-то здесь висеть от дробов. На самом деле. Наконец-то, ну тфую, сюда Эниду спилил, макрот, хатку здесь делал. Можно вниз выйти сейчас в хату, поставить с люрой, попытаться и занять четвертую. Здесь фокуснул еще одного овера. Ой, не овера, простите. Конечно, фокуснул еще одного веслу, одну фокуснул, ну тфую. В араке можно избить муты, еще не висят. Вижен дают, на самом деле. Монт немножечко подопринять. Решил, ой, Монт такой. Шанс, конечно, Монт в другой пары играет совершенно. Приехать на арест и убить все. Культурами. Я ведь он приехал и убил, надо в Нидус засадить несколько рабочих, похоже. Собачки вылазить. Надо убивать барак, надо сюда овера, черт, в двери повесить, разминировать здесь все в конце, занять базу. Вот поехали дроны, опять же, на минеральную линию. Сверху подстроились. Здесь уже четвертую собираются Монт ставить, здесь факторки пошли. Ой, Монт, что я путаю? Скан, конечно, не Монт. Здесь бункер есть, на всякий случай, здесь три факторки, плюс еще три, плюс еще две строятся, пять здесь, там еще, ой, восемь здесь, плюс здесь три. Одиннадцать факторок, это жесть вообще. Так, налетает он, был хорошо, хоть Монт летает. На этой стадии она уже, на самом деле, не так полезна, как раньше надо было. Конечно, раньше я делала, делать намного раньше. То есть сейчас и радиейты, сейчас и био, тут пачка жесткая. Потом галики пойдут, может и в ультур даже добавить, по фану, мне кажется. не он, есть две, там два старборта просто, с пристройками в ультур этих. Добавил этих в ультур и штук шесть. Хух, и будет весело. Но вот фую все-таки занял здесь рез, но, в общем, то, что тиран позволяет, но фую-то он и делает пока. То есть здесь мех вовсю, тут крутятся грейдики, вон фую темные стаи, там какие-то. 157 лимит на 109, но на лимит не смотрите, в первом старкак не всегда он отражает картину полностью. Ну, фую-долгу, вот надо здесь четвертую ставить базу сейчас. Ее раскачать можно быстрее. Если вот здесь четвертую, посмотрите, четырех-то баз уже хайв, там, темные стаи всякие, я не знаю, если рук хватит, то можно с таким тираном биться вполне. Весла сбиваешь, там, не подпускаешь мех, там, темные стаи, дропы делаешь всякие, там, можно ультру подобавить и будет попытаться. По ожглому, товарищи, херам собачьим, я бы сказал. Так, люра вниз спускается. Можно откинуть чумовочную. Ну, пошла чумовочная такая. Ну, блин, попала на двух мариков буквально там. Поэтому все, эти марики умудрились еще последнюю муту срезать. Да и нахрен эта мута уже не нужна, только контролить ее лишний раз. Так. Ультралис кеверну нуткую. Ну, блин, ультрала так себе там. Хорошую. Хорошую у меня друзья в Старкрафте. Я, смотри, блин, развеселил с утра здесь. Здесь уже танки по флеша в схеме. Три факторки с пристройками. А выход-то будет, какая-нибудь? Тут уже танков пачка нереальная какая-то. Билут. Идет танки вперед. Ультурную твою разваливает. С собаками забегает. Ну, разминирует он тут по чуть-чуть. Так, культура танки билут. Надо вот эти танки взять просто и идти вперед тогда. Но это не второй Старкрафт здесь не нажал F2 и все вперед послал. Здесь надо все сложить, все взять, все забиндить как бы и... И только тогда пойти вперед, блин. Ну, теперь, ну, твою тут чёный стаи-то поливает. Будьте добры. Марики там взрываются. Клюкеры еще ближе пошли. Так они облученные, пацаны. Им уже край, ребята. Всё, минус люра. Ну, мы помочь нам кидать. Кидают к концу. Залп как раз пошел по этим. Хорошо. Обзорвано это было всё. Вот это красиво было. Распределил на х**ю на 4 весла, всё. Четвертую занял х**к. Блин, ну тут 2-1 грейда долго, это уже жёстко всё. Так, здесь уже вы видели, что я слышал этот звук. А знаете, что это был за звук? Это было ослепление. Скан летает, он уже стебется что-ли здесь. Он летает и просто слепит оверов, блин. Вот дает. Он отфою только 1-1 грейды на лингу, кстати говоря. Собаки забегать сюда. Вот, кстати, если бы, если бы сейчас... Куда она полетела? Собака. Если бы сейчас был грейд на синий грейд, если бы сейчас здесь была тёмная стая, можно было бы... Хотя нет, здесь танк. Ну вот, если пару ультралов и линги сюда, ну там пару пачек плюс тёмная стая, можно эту базу понапрягать. Смотрите, ну тфую даже подгрызть рабочих. В коем-то веке скану там некоторое количество. Здесь скан пытается заходить. Здесь, конечно, ультра стоит. Где 2-2 он отфою, где грейды на ультру? Там эти уникальные все. Что происходит? Здесь тёмная стая, не успел ничего кинуть вообще. Удаёшь. Not for you. Утра минус. Пошёл наверх, not for you. Часть танков брил. В то время как вот эти ничего не прикрывают. Но вниз ультру ни в коем случае нельзя вести. Ну тут смотрю, not for you даже ещё как-то пободался немножечко. Пошёл вниз, да без тёмной стая, брат, без шансов. Куда ж ты брёшь-то, not for you? Другой человек-то. Хотя, смотрите, собаки зашли. Ну ценная ультра просто на танчиках сливается. Очень печально здесь, конечно. Ну спушил даже, not for you. Здесь сканы, я смотрю. Вот этих юнитов всех. У него бреды двойки. Здесь тоже вторая броня подъехала, насколько я вижу. Not for you, с одного эва что ли делает. Не хватает. Смотрите, прям в наглую летают чёртовы эти облучатели прям над армией зерга. Это печально. Здесь собаки вперёд побежали. Часть собак, ну хую, опять на 12 приводят. Часть собак внизу надо прям вот сюда забегать. Туда нет смысла. А здесь всё прикрыто. Там марики, там анти-бригадиры. Без тёмной стаи не заходят вообще. В итоге 113 лимита. Ну минералонли надо занимать. И вот это он, not for you, пробует соединяться. Здесь минералонли занялся на дальней. Рабочих бы посмотреть сколько ещё. Рабочих маловато явно, not for you. Опять линги вперёд убежали. Блин, вот этот Равскан тут рядом есть со своими ультурями, сёртвами. 3-2 грейды уже. Вот это жесть. Мех 3-2 это люто. Это уже люто. Да, 3-2 мех. Так, погодите-ка. Ультралы даже без панциря, блин. Ну что ж такое, ну твою панцирь забыл. Против танк, конечно, не супер решает, как и во втором старкарце. Но извиняюсь, они плюс 2 брони недополучили сейчас без панциря. 106 лимит. Вот вперёд, ну твою, побежал. Здесь база уже кончилась и мейн фактически кончился. Вот сюда надо всё сажать и просто вот куда направлять-то, ё-моё. И сюда побольше. И сюда дронов побольше. Так, опять атака идёт. Нужна тёмная стая наверху. Да. Да, ну здесь нахуй на иди. Конечно, это бьёт он. Это отзадь-черинец непонятно. Кана идёт. Танчики падают. Ультра идёт вперёд. Вторая. Второй пугать доделал. Копается люран. Он вверх лезть не стоит. Ё-моё. Ультра, понимаете? Юнит очень дорого стоит. Его нельзя так сливать. Вот встал ультралиск и жгёт всех чертей. Давай забеги к рабочим. Пожёг этих. Ему пофиг. Ему больно. Ему пофиг, что рабочие горят. Ультрал. Ультрал сам горит. И у него в итоге бешенство началось какое-то. Но твую не за контроль. Он сам по себе бегает. Ослепление всего здесь начинается просто. Облучение ультры. Но твую уже согрелся и пошёл вперёд. Пока дронов переводит. Нужно ли было ему туда идти вперёд? Нет, конечно. ГГ, ребята. Ну, тут... Конечно, он твую сопротивлялся. Интересно. Не закидывал ли ноги кореец на стол? А так нельзя здесь? Погодите, а как здесь? А как здесь, слушайте, это... Нет? Ну, я так не играю. А как здесь, этот... Зайти в этот... Миню-то в StarCraft просто. Я уж что-то всё подзабыл. Ну... 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 Так, ну ждем сетку. Сейчас я буду общаться, на сомнение. И выяснять, кто где у нас в лузерах, в венерах. И будем принимать решение, куда далее идти. Женя хотел скана против Монго. Он его получит, я так понимаю. Yo-yo my bro против кого будет. Я не знаю даже. Так, а Деволт играет? Деволт играет. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну Диволт еще играет, ребят, наконец-то есть, секундочку, водички мне попить сейчас, сходить Вот, что я и сделал, потому что я встал недавно, вообще сразу стрим начал фактически Сейчас очушился, сейчас я приду через пару минут, погодите Ждем следующую пару, 04U02 проиграл, к сожалению Ну, если там в Венерах не останется, русских игроков вообще, как бы, то я в Лудера-то пойду, а Женя будет Венерах стримить вот так вот Короче, ждем продолжения Продолжение следует... Продолжение следует... Такс, все, я здесь, ребят, скана горите на турнире, опускать нельзя Я вообще за чисто не корейский, нафиг, чтобы корейцев не было, но пацаны за скиллуху Женя и Кирилл, и вообще, как бы, ну, корейцев не хотят не пускать Так, ну, короче, еще не доиграл Деволт, я так понимаю А, там Йон Зерк стримит, кстати, ё-моё, вот оно что, давайте-ка мы тогда Сейчас зарестримим-то чуточек А, я к Мэджику зашел, почему я к Мэджику зашел, не знаю, почему я к Мэджику зашел Вот он какой Йон Зерк, вот он как выглядит Ну, у него все очень хорошо в этой игре, что 36 лимита У Диолта там 33, хоть это и нету, то есть с другой стороны, в принципе Это файтинг-спирит, можно и подраться будет Не хочет лезть туда, прямо внутрь Да это ни хрена и нет, по-моему, не Да, прям в лоб убил Диолта Так, даркари просто, 4 штуки приходят и пытаются драться Там тоже, кстати, какое-то мясо идет, я насколько я вижу Так, вышли зилаты, драгоны Вышел люркеров, убил тут Диолт, кстати Сверху рез чуть заврел, или что это, или мейн вообще, я не понимаю, честно Штормы, если есть, 4 люркера можно было бы заштормить сейчас Но не штормит, почему-то Диолта И ему фокусят всех штормовиков, какие же они дохлые Да, и здесь оверы прилетели Пацаны не срубили даже А, это не мейн, ребят, вот мейн Похоже был, это рез просто был у Дерга Это Гаганчик Так, кто там звонит там? Да Так, все, извиняюсь, Реджина звонила Магнит от детского сада Домофон на этой хрени сделать, чтобы он мне или не сделать Конечно же, надо сделать А то уж я, Гаврик, буду маршрульца забирать Иногда ходить А, я камеру закрыл Ну тут ничего не поделаешь Сам понимаешь, что более крутой пацан закрывает камеру всяких лошков Вот, естественно, это норма Потому что слева надо ставить А я просто сцену вторую рубил А здесь камера не принесена Совсем Так, ну что, Диол здесь Ну тфу и здесь Ну тфу и в Диол бы я посмотрел Там, так Так. Ну, я думаю, вы доиграли они, да? Да. Так. Так. Похвалил его НЗРК. Я вижу в чатике систему репортов на бутгейме. Лучше, чем чинлоги там или какой-то сайт. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, счет, кстати, да. Нет, счет неверный, ребят. Я забыл, что надо вручную мне тут менять все. Пилончик, посмотрите, был пилончик здесь со стороны Диолта. Он попытался заблокировать проход. КСМ, рабочие его на внешнюю сторону попадают неожиданно. Ну, тут достроится депух такими темпами. Опа, хотел спасти, хотел спасти рабочего, пацаны, сейчас. А Урхвей не спас в итоге. Ну, Зилот уже второй бежит в кабину. Ломатель, беда, все только поля потеряны у первого. Ну, стенка есть, марики за ней, и не пройти сюда. Еще деп рабочего одного спил. Ну, да похуй не пробить, понимаете? Так, а этот-то демеджный зачем вышел? Молодец Диолт, хорошо контролят. Только рабочий вышел вперед, как сразу кабину ему поломали. Третий Зил отойдет, но у него цехи нет, вот в чем проблема. Здесь, правда, две фарты тоже бил. Еще рабочего поковырял одного Диолт. Ну, как-то чуть не особо зашло. Может, он вообще хочет Роба в Ривера сыграть на трэш-мейна? Ну, три Зилы-то Драгон здесь будет. Скайп, че скайп, я сейчас сворачиваться не буду. Пусть играют, Юр, конечно, потому что ждать мы не будем. Ничего, у нас с сеткой с лузерами, ты че, это скук пойдет. Я вообще-то еще планирую на гол-ку и скан на решающую стадию успеть. На второй старик. Если я успею к ноту свою, я заскочу в следующей игре. Здесь, наконец, уже практически. А может, Диолт сейчас карту возьмет эту и... Тогда будет третья решающая. Сколько там ждать-то сидеть. Пошел в Нексус, ребят. Пошел в Нексус. Роба пока нет. Не в Робу вообще Диолт играет, насколько я вижу. Здесь у нас танчик. Ну, кстати, знаете, что я вам скажу? На самом деле, билд крайне опасный со стороны... Аурплея. То есть здесь две факторки в танке, в вультурке. Вот, но... Три Зилка, между прочим, выжила. И три Зилка могут и кабину поломать неслабо, на самом деле. Так, СМ-ка едет. С какой стороны поедет она? Сверху, да-да. Здесь Зилы-то объясняют, что не надо так. Ехать. Одна вот... Один танчик на Драгона разменял сейчас Диолт. Это идеальный размен практически. Ну как, нет, идеальный, конечно, не потерял когда-то и вообще юни-то. И даже их ПХП, чтобы он не просил. А вот это уже дерьмище, по-моему, я вам скажу. Потому что второй Драгон вообще... Отдал свою жизнь. Ни за что, блин. Робо дома, два Гейта. Здесь уже есть. И это важный момент, что они есть там. Так. Убил КСМ-ку здесь. Ну, вультура. Так, надо отступить. Надо продать этот барак. Уже нахрен он не нужен. Пусть здесь... Ну как вообще он нужен, как бы. Но лучше его отдать и не лезть вообще здесь. Ничего делать. Думаю, есть оборона. И вперед не надо выходить лишний раз. Ну, как бы, если тебя заблочат в рамках, в этих тоже нехорошо, конечно. Но! Зато, если ты здесь будешь тусоваться, то могут так вот, как сейчас Ауэрплей делает, сбоку ультура объехать и попытаться вообще к тебе прорваться, проскочить домой. А это уже совсем нехорошо. Зилотов надо по одному выводить туда, да? Вот так. Ох, минер тут. Мастер минного дела. Полез вперед. Так, танк не получилось забрать. Культурку Диволт еще забрал. Все, потратила батарейка все поля. Три гитара работает, в принципе, нормально. Одна минка всего. Диволт невнимательный был. Если бы сейчас видел бы, что это, например, можно отбить, то Зилотов вперед послал бы, и танки все бы закрошил эти вообще. Потому что наглеет, наглеет тиран. С Драгоном не обязательно вперед было идти. Просто роба это хорошо, обсервер это хорошо, но как только доделается сич, то обсервер может и не поможет... А вот он уже есть. Все, обсервер поможет, значит. Танчик уплотнул Диволт. Здесь минки падают. Все, прогнал. Ну, это очень хорошее начало для Диволта. Я не понял, почему он здесь забоялся гнаться за танчиками. В принципе, Драгуна вот с прироста бы вышли, здесь заблочили бы от вультура. Шестью можно было бы вперед бы пойти. Ну, в любом случае, я делаю в протосе 10. Главное, в протосе. В эллиплю в плюсе. В протосе тоже он. Да, пацаны, я в протосе сегодня вообще. Че делать-то? Обходит шесть Драгунцов снизу. Идет отбивать это направление, пытаться, по крайней мере, Аурплей. Вараг, здесь минус, кстати, неприятно. 150 минус минералов, придется восстанавливать. И с двумя фактами не будет биться у нас Аурплей. То есть, это очевидно. Он же Гаргуль, кстати, я вспомнил, что никнейм-то его какой-то второй. И ему отступление заминировали Драгунам, кстати. И он в наглую третью ЦЦ купили. Вот за наглость вообще, жесть. Так, факторка третья пошла. Танчики, пошел перехват Драгуна. Здесь все дамаженное в хламе. А танки-то, между прочим, без какого-либо прикрытия пришли. А сзади-то минки! Опасно, братва, опасно. Танки-сиджерсы, минки надо бы... Бабах. Одна в другую взорвалась. Повезло здесь, конечно. Немножко девок, что одна в другую взорвалась. Упэта успел убить. Одного Драгуна в итоге спас или нет? Спас, да, одного. Пришел он с восьмью киллами, такой ветеран рассказал. Нам эти... Там эти говноеды нас прессуют. Минки в тыл ставят, пацаны. Поможите. Пацаны, помогают. В арбитра выход. Идет, я думаю, самое верное решение. Пять бараков работает. Ну, а третьей базе нужно подумать. Здесь тиран обнаглел и третью заказал. Так что просто вообще не вижу. Зачем-то оставил здесь аукой танк. Непонятно зачем. Барак устанавливает. Старпорт. Старпорт. Кстати, это падение того барака. Третью факту получает, где аукой успел напилить. Ну, молодец. Третья факта здесь не лишняя вообще. Так, дила-то без ножек. Блин, где ножки дилкам? До сих пор нет. Пока здесь добегут драгуны. Рабочих штук шесть точно убьет здесь. А вот леди аукой. Ну, это не так уж много. Вы же здесь смотрите сколько пробок. На назад их возвращать. Добыча прервана. Возвращай назад их скорее. Конечно. Причем не одну пачку, а чуть больше. Либо часть уже сюда на третий никс перевести. А тут драгуны пришли и... Опа. Ошибка была. Уже, ребят, танков и вультур вполне достаточно, чтобы отсюда, вот отсюда стационарную оборону. Всего-то здесь их надо держать, и они прикрывают этот проход. И все. Так, еще драгуну в пачку идет. Здесь старое заброшенное здание. Был бы второй Старкрафт, было бы разумно восстановить там пилон, например, и начать строить. Строить, ну, из него что-то... Ну, что открыл бы гейт и варпать бы начал, допустим. Здесь такого нет в первом Старике. Поэтому из-за того, что танка особо нет. Силы-то прилетают. Драгунов две пачки. Вультур минок нет. Нет, это, ребята, минус тиран. Здесь просто гагенчик. Хорош, диву, очень хорошо сейчас напал. Драгуны так от флеша разведены. Вперед несколько выведено. Да и танков недостаточно. Если танков было, тут хотя пачка с минками там и... Выведение бы не было, где... Они просто залпы дали, и... Гагенчик бы был. Гагенчик бы был. Так, мы ждем, пока пойдут они. Так, все. Прыгнул вниз. Константин, здорово. Здорово всем, ребят. Многие спрашивали, когда же, когда же первый Старкрафт? Вот он, первый Старкрафт, ребят, приехал. Пилю рекламу, я давно не пилил. Помните про длоги. Подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня и мой канал по возможности. Ну, в лузерах уже смотрим. Деволта против... Ёлка против фауэрплея. Опа, вот это карта. Таукрос у нас карта. Очень я ее... Ну как, не то, что очень не любил. Не очень я ее любил раньше. Во-первых, что для Протса всегда не очень... Жирный проход на второй базе. Плюс он одного уровня с местностью окружающей, то есть... Хайграунд в обороне преимущества нет. Хотя на предыдущей карте тоже не было особо. Ну там мазки хотя бы были какие-то. Так, ну здесь все добывать, все нормально. Послушал меня и проиграл. Либо ты в игре не понимаешь ничего, либо глупая шутка какая-то. Короче. Давайте смотреть. Опа, опять Прокси, кстати, удивился. Любитель-то Прокси бараков, а? На этой карте, кстати, да, Прокси тоже работает. Еще лучше даже будет работать. Проход здесь барак чисто садится и все. Заблокирован проход наглуха. Становится. Субтитры делал DimaTorzok Илончик готов. Сейчас зилот уже здесь строится, очевидно, да? Весь кокбарак доделывается. Конечно, зилот до факты придет. Не знаю, что Диолт получится сделать таким билдом, посмотрим. Газ пока не заказывал. Нужен газ, потому что уже пора кибернетку потом добавлять и в драгонов выходить. А вот как действует у нас тиран. Вот что это за хрень? Да плохо, здесь, здесь и варак. Да, это просто как раз для контроля против зилота. Марик выйдет, зилот сюда придет, захочет его убить. Марик вот так вот сюда зайдет и будет стоять стрелять. Зилоту надо вот так обходить, потому что он здесь не сможет пройти. А Марик туда-сюда будет ходить просто и все. Стандартная, в общем-то, такая застройка. Зилот за КСМ погнался зачем-то. Марик минуснул кровку. Куда ты побежал-то, ему? Первым Старкрафтом непросто контролить, поверьте мне. Двумя зилотами давай, ломай его. Не хочет, не хочет ломать пока двумя зилотами у нас ничего деловало. Очень хочет он вот этого рабочего зафокусить, но он, чертяга, ездит рядом, но вперед особо не выезжает. А Марик уже три, они больно стреляют. Третий зилот подходит и только сейчас уже там третий драгун заказывает. А дома... Слушайте, а дома-то цитадель, а дома-то это что значит? Это значит дарки, никто в скорой зилотом с тираном не будет играть, потому что это... Ну это бред, короче, потому что. Гей, дома пошел второй. Э, начинается расконтроль сейчас. Вуль туркой. Чудом рабочий выживает. Вуль турка уже на внешнюю сторону куда-то поехала. Вот драгун идет вперед. Слушайте, ни в коем случае нельзя дать вультуру и сюда заехать и разведать что-то. Это понимает прекрасно сейчас. Вот драгунами надо прогнать Мариков и да похи да ломать начинаем. Смотрите, водил вот это гигантский демо, да кошечка падает. Моментально, практически. Да ломай, ломай. Так, одного зилка сагрил Мариков, прогнать. Все, саплайблук здесь получился у дома пилон. Опа, сейчас уже, ребят, точно заказан дарк один. Это важный очень-очень-очень момент. Потому что если не будет туретки, то это все гаганец просто. Полный. А туретки нет, академии нет, ребят. Ничего нет вообще, что дарков могло бы встретить. Здесь минки, правда, есть. Но отсюда дарки и не пойдут. Они с того где-то прокси пойдут. Смотрите-ка. Подозревал здесь о том, что дарки могут быть у нас. Ауэрплей. Дарк заходит. Видел он дарка, интересно, или нет. Я вот не уверен, если честно. Цеха вторая пошла. Инженерка строится. Минок вообще нет никаких. И дарк прям в минеральную линию приходит. И начинает рубать просто дико. Даже не реагирует пока что-то не как ауэрплей. Вот минку первую поставил. Здесь бы драгона надо к драгону еще дарка построить. Вообще все бы хорошо было бы. Идут драгоны плюс зил отразминировать уже своими туловищами. Дарку дать возможность пройти. Да туретку срубит, е-мое. Туретку срубил. Вультур продолжает рубать. Пристройку заказать пока не получается. Мина здесь есть. Ну, мина своих рабочих больше может взорвать на самом деле. Здесь дарк один есть. Пора дарком резать. Ну, тирана плохо все, ребят. Короче, вы понимаете. Это прекрасно. Просто вырубить пристройку сейчас. А, здесь и туретка, и пристройка. Ну, рабочих-то почти не осталось. А у просто рабочих пачка нереальная вообще. Еще и наверх ушел депошечки рубить. Ну, сейчас скан будет скоро. Не корейский игрок, а скан из пристройки. Но депоха одна в итоге не выживет тоже. Взорвал еще одного рабочего. Здесь драгун с дарком стоят. ГГ пишет ауэрплей, но депоха развел на дарках развел. По скилухе. Скан вниз уже упал. Против скана Деволт будет сейчас играть корейцы. Так, короче, ребят, сейчас я на минутку отойду. Сейчас начнем все скоро. Уже все ждем продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, ребят, я здесь. Ждем скана. Я не знаю, где он вообще, короче, находится. Почему-то его нет на... на турнире, короче. В общем, в общем, сейчас все продолжится. Я сегодня еще не кушал, поэтому я на перекус ухожу и слежу пока за чатом в игре. Схан против Деволт следующий постримим. Ну, тхуй пока играет с Банитцем, но если он пройдет дальше, то, может быть, успеем его застримить. Тогда вот такие вот дела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ребят, прорвался к Банитцу Not For You Но вот эта красная херь говорит о том, что походу я не смогу нормально здесь ничего постримить Потому что я не знаю Ну посмотрим, короче, что сейчас будет Лонгенус у нас карта Лонгенус у нас карта Сейчас прокси было Я не знаю, какой счет, ребят, поэтому я просто 0-0 поставлю, если честно, я без понятия, кто здесь ведет, кто не ведет Ладно, перекушу ради матча попозже, уж здесь нельзя сворачиваться Этпэ может, конечно, поставить, но Вот Блин, а что я еще кто-то не спросил Они же уже вторую карту играют, затупил Ладно Уже поздно тут Лонгенус у нас карта Для зергов напряженная Она почему? Потому что Третья минералонли На мэне находится Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Десять минеральных кучек А это полная дичь вообще для первого Старика И на второй Восемь как бы находится Понимаете? То есть, вторая база на некоторых картах по мэн, как вторая, восемь и десять То есть, восемнадцать минералов здесь двух баз Просто можно так маститься люто Еще и минералонли на семь минералов рядом находится А третью зергу с минералонли взять достаточно сложно Точнее, с газом То есть, надо рез брать вот сюда идти, получается Либо вот эту третью брать Короче, не любят зерги эту карту Мне она нравилась, когда ТВП здесь нормально было играть В общем С зергом, конечно, здесь Попроще, но это не значит, что обыграть зергом здесь нельзя В самом деле, есть стратегии Каким-нибудь можно и с минералонли третью убрать Как бы нормально играть Потом уже четвертую, либо вот эту Так, через гейт играет у нас бонист Зилат пошел вперед Нексус сейчас будет заказывать Он как раз триста сейчас будет Четыреста скоро Минералов Да, пошел Нексусончик Вот пою здесь за пробкой тем временем гоняется И да, третья на газовой базе ставится снизу Почему бы и нет Проход будет закрыт Можно будет и рез потом занять Здесь после гейта фаржа Тоже стандартное Возможно, даже между гейтом и фаржой нет прохода Вот здесь вот То есть только здесь два зилата поставил И закрылся полноту Ну три зилата Здесь на трех зилатов собачками Этими уже тяжело нападать Потому что Против трех зилков надо Ну пачка как минимум собак А лучше там штук, наверное, 16 Хотя нет, пачка нормально с ними будет биться Это же не второй Старкрафт В втором Старкрафте зилаты против собак Как-то мощнее выглядят на самом деле Чем в первом Это вам стопудово говорю Они как-то лучше режутся Здесь же вот очень важно контроль Если контролят зилатов То будет хорошо А если как-то твой уши С собачками Окружать, забегать То тогда беда с зилками Все, три зилата потеряны Фактически здесь И ничего хорошего Это для процесса не дает Они ничего не убили практически Скан выиграл Монго Ничего себе Полупро Выиграл Провод Бывает Ну хотя Скан Хрен знает По уровню Может и не Полупро Третья готова Нотхую Снизу На В районе Респа Здесь у нас Плюс один Не бустится В общем-то Не делаются Эти Зила Там атака Вот на этой карте Просто атаку Сейчас запилил Кибернетка Твайлайт И погнала Ну если необходимо Старгейт Там делаешь На самом деле Через гейт Тем более Все тайминги Сбиваешь ТЗР будет Нестандартный Некстус Когда в Старгейт Вот будет просто Хотя Тяну Твою Без скорости Собак Играет Что самое Интересное Так Пару дронов На дальнюю Перевел Здесь уже Пять дрончиков Сейчас будут Добывать Неплохо По лимит Очень близко Идут А вот и Скорость С собачкам Подъехала Макро Хат погнала Еще собак Видимо Натхую Троют Там Побежал Зила Так ловить Пытаться Здесь тоже Собачки Добавились Муроводчик Надо побольше Строить Оверх Что-то Не построил Просел Сейчас Одного Можно Попробовать Зила Это было Поймать Но в первом Старграфте Окружать Крайне Сложно Можно сбоку Поджать Так чтобы Тяжело Уйти Было Но чтобы Юниты Отклубиться Это вообще Тяжело И стоп Конечно Не очень Много Юнитов Потому что Они бегут Криво Но выходят Обычно Так Здесь Архивы Темплара Вообще Вторая Патоночка На всякий случай Убраться Плюс Гейты Пошли Не надо Так Гейты Громозить Я обычно Как-то Компе Устраивал Так Типа Можно В линию Поставить Чтобы сюда Выходили Тогда Если В линию Здесь Ставят Здесь Еще Можно Группа Гейтов Сделать Ну И Чтобы Пацан Входить А вот Так Как Ставят Бонис Хотя Не Нормально Тоже Главное Вот Сюда Потом Стоять Сюда Здесь Просто Можно Сесть Стенку Сделать Что Юниты Если Будут Не Пару Юнитов А Побольше Пачку Уже Пачки Будут Тяжело Протискивать Проход Так Корцаром Летает Разведывает Все Видишь Здесь Макро Хата Эволюшн Пушка Санка Ставится Здесь Тоже Санка Но Пока Не Игрешная И Кажется Делается Гидро День Играет На Люркеров У меня Такое Ощущение То Сейчас Будет Люра И Можно Будет Просто С Этой Люрой Дефиться И Там И Там Да Пошли Кушки Что-то Начал Грайдить Уже Боится Вот Это Зилкоп И Ещё Но Грейд На Атаку Сверх Поздний То Есть Они Точно Будут Без Плюс Один Ещё Очень Долго Без Плюс Один Так Попытка Третья Нет Спас Да Бега Ну Хочет Проп Пу Да Не так Просто Оказалось Что Сделать Законтрол Польский Прот Законтрол Ну Он Свою Всё-таки Скушал Но Нексус Не Отменит Он Точно Да Собак Вырезает Что Ты Делаешь А Ну Хрот Кус Гресс Прошу Без Плюс Один Было Плюс Один За Два Ударов Убили Вообще Уп Смотрите Как Нот Пою Развёл Пацанаш На третью Вкопался Обнаружения Для люры Тупо Нет Это Минус Третий Нексус А Сам Ставит Рез При этом Он Почти Готов Уголюшин Здесь Есть Что-то В нём Делается Возможно Ядра Новая Новая Выходит Ну И всё Просто Тут Без Базы Получается Руба Есть Да Но Обсерватории Нет Успеют Люркеры Да Обсервера Убить Ну Вообще Задвоём Они Нексус Бьют Да Один Нексус Бьёт Вот Этот И Полным Демеджем И Ещё Пилон Упадает Пилон Точно Упадёт Кстати Нексус Наверное Просто Собьёт Хотя Тут На грани Будет Уж Густов Нет Никаких Сейчас У Топ Столько Заказов Ну Можно Побегать Над Люрой Какими-то Юнитами Заставить Её Пострелять По твоим Юнитам Тем Самым Пытаться Некту Спасти Он Вот Свою Собак Привёл И решил Что Не надо Давать Шансов Спасти Вообще Некту А вот И плюс Один Доделалось Вы видите В какую фану Крош От зила До собак После этого Плюс Один Вот Пою Срочно Нужна Броня На зилков Шпиль Делается Кстати Везде Пушки Пошли По периметру Рез Уже Добывать Начал Смотрите Здесь Уже 8 Дронов И ещё Едут 4 5 Ёмоё Так Тут Уже Полность Сейчас Добыча Почти Началась Сейчас Начнётся Продакшн Нужен Хайф Обязательно Сейчас Да Вот Пошло Вы видите Этот Королева Квиннест Так Называем Оброс Драгона Зилки Штормовики Приходят Вперёд Сюда Кнут Ну вот Эту Хату Можно Вынести На холле Попробую Счёт 1-0 В пользу Горенович Спасибо Дэнфризер Будем Знать Ну Уже Чё-то Я Не хочу Сворачиваться Потому Что Катанок Лагать Будет Не буду Я Счёт Расставлять Сейчас Ну Здесь ещё Проходик Есть Для люрой Прошла Без шансов Поверьте Проб Судно Ну Хату На ренже Драгунов Можно Вынести Эволюшн Попытаться Хату Но Зайти На вот Эти Пушки Это Нереально Просто Будет Просто Нереально Эволюшн Падает Броня Сделалась На 2 Эволюшн Заказать День Дома На Мэнни Или Здесь Уже Так Просто Третью Четвёртую Базу Сразу Третью Взял Самое Главное Условие Для успеха Это делать Апгрейды Хайв Делается Все Делается Такие Дроны Ставят Рабочих Много Экономится Замечательно Хорошо В замес Собаки Силышами Бьются У них Броня Есть То есть Здесь Слишком Просто Гейтук 5 Здесь 6 Вот 6 Гейтук Вторая Атака Делается Кстати Так Дайте На секунду Ребят Сейчас Окно Прикрою Сейчас Прикрою Так Ну пока Плюс Один Ну понимаете У Зерга Четыре базы Есть Причем Это Респ И все И все То есть Вот эта база Между Зергом Находится И Протсом Это Полуостровная Такая база Здесь два газа Для Протса Вообще Царская база Там Архонов Будет Пачками Лезть Но Протс Может Взять Еще Вот Эту Только А Он Под контролем Будет И Эта И Двое Минера Лонли То есть Получается Он В плюсе Ему Просто Не Надо Сейчас Куда Ломиться Ему Надо Грейдиться Делать Там Дефайлеров Чтобы Отбиться И Все Будет В Порядке Да Два Эволюшна Есть Хайф Есть Там Делаем Дефайлер Ультра Алисков Там Делаем Пока Риверов Не Будет Там Майл Шторма Будет Тяжело Протсу Почему Толсто Не Делаю Трикол Потому Что Трикол Был Чуть Раньше Может Быть Чем Сейчас Если Как С Тираном Играет Танас Остав Мир Тут Совершенно Другой Реколь Нешто Сюда Здесь Уже Лингов Там Пачкали Ура Пуски Вот Эту Базу Убил Бау Эту Не Убил Допустим Все На Мейн Можно Реколить Вот Там Дроп Посмотрите Дар Пошли Сейчас Вот Хою Мейн Не Прикрывается Ничем Вообще Счет 1-0 Пользу Нот Хую Нам Сообщили Здесь Но Я пока Простоверять Не буду Уж Надо Сворачиваться Вне Игры Надо Делать О Ривер 2 Аркани Чуть Харас Бах Бах 5 Дронов Только Я Сейчас Заметил Как Минус Ну Везет Дрону Тут Такая Война Рядом Идет А он Живой И Уходит Постоянно В гар Прилетела Амута Минус Снова А Не Две Фаржи Ну Правильно Две Фаржи Нас Вот Фую Кстати Четвертый Нихто Стабильно Отменяет Прямо Понимаете Очень Положительный Для него Момент Драгунов Ну Талиски С драгунами Очень хорошо Дерутся Всегда У драгунов Бонус Они У Продца Все Растянуто Вон Стормовики В тылу Можно было Стормовиков Срезать Спокойно Ну Что-то Ну Фую Мимо Летает Не знаю Почему Вот Собаки Уже С адреналином Наверняка Грейды 1 1 Надо бы Делать 2 1 Так Вторая Обраничная Делать Макро Хаты Пошли Нидус Пошел Вон Кую Так Копит Бонис Здесь Рядом С ноткой Юнитов Своих Ну Своё Двигает Смоталинами Так Вокруг Теряя При этом Собак На мою Просто Не надо Терять Ну Лимит 162 У Зерга Это Очень Большой Уже Лимит Нужна Темная Стая Просто Уже Все Вот Это Делать Так 2 1 Грейды Уже Две Брони Доделалось Собаки Побежали В Круто Атаку Смутай Очень Желкая Атака Страны Нотфую Ну И правильно Он с армией Просто Старается Не драться Зачем Ему С ней Вообще Драться Нет Упал Да Тут Нотфую Слил Много Собак Но Надо Оверов Брать С собой Стараться Оверов Он Не берет Плохо Здесь Можно Минуснуть Этого Корсара Спокойно Че Нотфую Этого Не Делаем Нотфую 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 Корсара Упал Все нормально Здесь Нексус Восстанавливается Третья Атака Доделась Вторая Броня Доделась Поля Уже Сейчас Видимо Пойдут Здесь Неприятный Инцидент Дарк 15 Юнитов Нару Ой Ой Он че Всех Рабочих Здесь Срубил Я Это Проморгал Ребят Извиняюсь Пятнаха Там Было Киллов Вы Видели Сами Так Я Не Вижу Ни Ультры Ни Дефайлеров Мне Вот Это Напрягает Если Честно Дефайлеры На Сам Дели Должны Быть Здесь Даже Не Ультра Дефайлеры Да Просто Пришел Сюда Чуму Плагу Просто Фыч Кинул Сюда Кинул Все Это Будет Просто Все Вообще Мертвое Но Архоны Конечно На этой Карте Вот Эта Бас Сейчас Очень Сильно Спасет Газов Потому Что Два Здесь Запилил Здесь Здесь Сейчас Архонов Будет Пачкой Просто Здесь Ходить Я Помню На Скоробе И Очень Прекрасно Получается Так Что-то Дрон Он Туда Сюда Прокатил А Он Пытается Вернуть Сюда Вниз Что-ли Не Почему Они Не Приезжают Опять Харат Наверное Что Наконец Ты Вернулся Да Пушки Две Поставил Здесь И Париться Не Надо Скорость А Террором Есть Уже У Прокса Кстати Я Любил Дальность Зрения Сам Делать На самом Что Вообще Надо И Дальность Делать Зрение Делать И Скорость Читаю 2-2 Уже Смотрите У собачек Это Хорошая Афгрейда Третья Броня Когда делается Нивелируя Третью Атаку Собаки Месяц Атак Дил Их Не Способны На таких Старях Первом Старике Вообще Сдержать Дарк На халяву Любит 21 Юнит Зарубил Давненько Он тут Тех В этой скорости Атаки Поним Видите Что Они Делают Вообще Поля Все Минус За секунду Буквально Там были Прям Масится Ну Тфу Дома Очень Слава Вот Они Дефляки Пошли Пробегают Собачки Респ Собрался Забрать Где Зила Полудохлый Стоит Его Конечно Съедят Моментально Сейчас Все Поломают Абсолютно А вот Третья броня Доделась Ну Дарк Сколько Там Броня Удара Рубит Даже Если Дарк С нулем Атаки Он Третьей броней Собак С удара Будет Убивать Он Такой Давай Собака С 3-3 Нулевого Дарка Две Собаки Съедят В секунду Буквально Абсолютно Если займет Тот Пятый Нету Нормально Будет Собак Так Сливать Не надо Здесь тоже Денег Стоит Хоть и Немного Но Вот Взять Просто С чумой Вывести Несколько Пачек С этим С темной Стаи Овера Привезти Туда Обязательно Правда Надо И Ну Хую Тупить Что Овера Не Приводит Так Здесь Дарк Помогает Неплохо Зашел Мы в бою Темной Стаи Накидал И Все Здесь Грызает Смотрите Зря Овера Не Берет Как Уют С тобой Что делать Пошли Зилы Архоны Под темной Страей Только Зилы Почти Бегут Даш Дезовер Овера Вот Хую Здесь Все Просто Съедает Некс Упадет Робот Здесь Важно Для того Чтоб Краспару Ривера Построить Фатонки Ривера Идеальная Оборона От Темных Стай Забегания Таких Но Не успел Не успел Все Сделать Некс Упадает Собаке Третий Кобот Есть У них Нет С двумя Когтями Даже Посмотрите Какая Скорость Атаки На Адреналине Пятую Нотфую Занял Здесь Бычара Сныканый Был Сразу Его Съели Собачки И Здесь Дроп Кажись Нотфую Убил Все Протас На Двух Базах Это Очевидно Это 2-0 Нотфую Красавчик Победит Сюда Победит Он Баниса Победит Так, какой-то зератул. Последний зератул! О нет, ребята! Надежда умирает, последний. Пророчество неоднозначно! Уходи, зератул! А, это Артаник. Он просто армил. Маленько собаки съели лицо. Здесь почему-то ничего не добывается. Даркишли здесь ходили какие-то гэгэбы, они спишут. Вот так вот, not for you, молодец. Прошел полузерам тур сейчас вперед. Хорошее количество очков для 25-минутной игры, а на карту жаловался, плакал, видите, а сам респ занял. Такс! Йо-йо, май бру, бил Хоце, Луис, МД. Это, кстати, Хуис ЛМД, это Йон Зерк, по-моему, да? Монгскан все еще играет, у Деволта оппонент нет. Значит, надо not for you идти. Сейчас я даем быстренько и приду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Так, все, я здесь, ребят Пилю рекламу Так, все, я здесь, ребят Так... Так... Ну что, ну твою против Ион Зерга, ребят ЗВЗ далее, поехали По-моему, это бельгиец Ион Зерга Вот... А ее май бро, это... Террор Ну и если голову врубать, то когда... А, может... Да нет, это был тогда... Когда я рестримил Ион Зерга, можно было заметить, что там стопудово коренной бельгиец такой сидит Вот... Поэтому он и есть, Педро там, или кто там, он, Хусе Луис Сейчас, ребят, я зарядку на телефон возьму, он у меня сел Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, я вернулся, ребят На зарядку поставил Not for you, Ион Зерг, Not for you с мейна играет, Ион Зерг с мейна играет Да, SEA Masters Cup, к сожалению, пролетает боком сегодня, потому что Росбрейн Кап в финале сезона, как же же это в приоритете турнир данный Ну, SEA Masters Cup, группу B и CD постримлю Не плей-офф, но сегодня три наших игрока играют в группе A Тут ничего не поделаешь вообще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заметили собак друг друга Not for you с Ионом У Иона еще линге мастится, 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 там и там лэйр пошел Кстати, вот for you 2 в газе, да, рабочих, да И здесь было Но это стандартный, значит, бил такой, я не знаю, как сейчас завозят Работают Ребят, скиньте кто-нибудь на Twitch-сетку Не буду я сворачиваться, там сетку еще, так сказать, то ли буржуи, то ли кто, не знаю Так, ну прибегает и он начинает Not for you подгрызать Not for you у него позиция на хайграунде, на рампе То есть нужно полукругом стоять, да, чтобы у твоих собак больше дралось Not for you получает это сделать, но не до конца, на самом деле, получается Вот только-только сейчас санка пошла А, еще даже не пошла, ё-моё Надо дожидаться, ее надо обязательно не дать отменить пул А здесь-то в позиции лучше И он зерк, смотрите, он четырьмя собаками грызет, другими выманивает наверх лингов Not for you пытается согреть, ну пушка, да, делает все нормально Пушка доделает, все нормально Здесь пушки нет, здесь зато шпиль уже Ой-ой-ой-ой, not for you, как же ты так А где шпиль-то он, not for you, вот, наконец пошел Мешает своей добыче немножечко, вот с этого минерала Но, эээ, прям не супер сильно он мешает, и это надежнее, чем здесь его поставишь Здесь собаки, понимаете, первым старики в лёгкую можно забежать И если ты, например, вот на месте, not for you потеряешь юнитами позицию Этот здание уже вгрызутся, то его точно отменят, и это уже ггнчик будет стопудовый тогда А тут и так шпиль раньше намного, смотрите на сколько Здесь на 100 хп, примерно, но он они, ну как там, это не решит, конечно К прилету, допустим, сюда полетит, и он зерк здесь, ну фу, и уже тоже улыпаться все будет, поэтому нормально Вот таких, да, в таких ситуациях просто берется как Так, одну собачку берешь, вот эту, например, тык-тык-тык, потыкал ее, полхэпа выбил Если оппонент не контролит, то он тоже может помочь еще взять Отводишь назад, меняешь на целенькую, и пытаешься убить, другого варианта нет Вот здесь, видите, какая позиция, две бьют сразу, два юнита бьют Спасибо, Финита Еще две собачки побежали Все, готов шпиль Что в этом шпиле делается? Не знаю, скорее всего, мута, наверное Навряд ли, скажи, кто-то будет играть сейчас в 2017-м Ну, скажи, это как вариант, да, но... Так, ну что он наглеет? Ну, ну хою здесь, отбился практически на халяву Кому-то готово Мне интересно, сколько рабочих на минеральной линии Здесь 7, а ЗВЗ это по-рабочему всегда провал полный Здесь 8 Ну, одного дрона нотфую сбрызли, вот здесь и 7 Благодаря более раннему шпилю Минус 0 юнзерк нотфую овера Ну, нотфую все равно с запасом оверов здесь Куда-то полетели, кстати, с мейном много оверов Не понимаю, куда они летят-то там Муталисков 4 штучки Здесь 6 Надо как-то нотфую дрона попробовать Здесь просто, на самом деле, видите, у нотфую еще и ресов-то тут дофига осталось Ему личинок не хватает Ну, какие дроны? Здесь только мут устроить Оппонент обгоняет по муталискам Причем юнзерк хату второго ставят Эволюшн на всех случаях запилил Потом передумал, отменил Почему нотфую хату не ставить? Для меня загадка Тоже можно заказать уже, как мне кажется, хату Так, юнзерк овера сбил где-то нотфую 8 муталисков, здесь 7 и 4 скаржа Идет атака тайминга Так Отловил много скаржей Пытается расконтролить Отловил много скаржей Похоже на ггнчик Это очень сильно, на самом деле Почему? Потому что Мута демоджа на свою Выстил эту муту сейчас оппонент его Да, это гг, ребята Это 1-0 в пользу юнзерга Так Здесь и хаты нет, а здесь хата вон готова Ну как-то Я, честно говоря Нет, я понял как-то Упросил сказать, хотел сказать не понял Просто началось с самого начала Собаками больше агрессивничал его оппонент Чуть позже шпиль там дрона потерял Как бы и печально вообще было Так, скан против Начинает скан Хоть Не, я уже сюда пойду Теперь, наверное Пусть там кто хочет Начинает где хочет Ну да, часть певеров Для стека, конечно, улетала Тут я про это совсем подзабыл ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну что Теперь можно бы Счет проставить на самом деле Проставлю, все, больше 2 раз не буду Чтоб не лагало, вот у нас Йонзер красный, опять же через пулу Играет с мейна А нотфую у нас что, нотфую тоже Видимо так будет действовать вообще Скана Диолда, я так понимаю, будет Мэджик стримить, а я постримлю Венера в ТВТ, скорее всего Либо нотфую здесь по лозерам Так, хата пулгас Заказаны дранченские еще Ну и там и там Газ пацаны добывать по 2 Здесь 2, скоро лэйр будет У нотфую, кстати, хата ставится Вот сейчас только собак заказано То есть он через больше дронов Через более поздний пул выходит Хату и сейчас собачками будет отбивать Вот прибежавших лингов Оппонента сюда Их 6 штук И вон зерк охреневший тут Между прочим Делает эту стенку из собак Ну дронов нотфую вниз спустил Конечно же бой принимает здесь Аппонент его Ну и на дронов не просрать сейчас нотфую Это очень важный момент Кстати, у него и скорость будет позже Я так понимаю Блин, ну почему не сделали Чтобы все видно было в их зданиях Не знаю, ну наверное в первом Старкрафте Это сложно сделать, мне кажется Все, скорость с собачком готова здесь, ребята Агрессивнейшить И он зерк начинает Начинает кушать хату Пытается подзакушать Нотфую контролит Пытается здесь С приростом собак дождаться И будет принять собаки плюс дроны Да Зачем он собак-то водил, я не понял вообще 2-0 похоже, ребята Я не вижу других вариантов здесь, к сожалению Дронов нотфую берет вперед Да, хата падает Это катастрофа, это провал И он зерк побеждает Всеми дронами нотфую четко уехал Что за бред происходит И здесь умудрился развалиться нотфую Нотфую каким-то образом Непонятно Вливает нотфую Здесь уже шпиль почти готов Он видит, ребята И это очевидно гальденщик Ну как-то без шансов на самом деле Ну задрот, видно И он зерк молодец За вас зачет Я переграл Субтитры сделал DimaTorzok Так, где Волдскайн играют И Венера сейчас играют Кстати, что они все начали уже Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, кажется, все везде начали, ребята Надо ждать общего продолжения И он ждет победителя С канаде Олта Верхней сетке Монкс С террором бьется Корейцы по одной сетке Пошли эти по другой Я не знаю, какую шансу У них корейцы убить корейцев Мне кажется, шансы стремятся к нулю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, ничего не остается, кроме как дождаться Матча нашего Опа, сегодня Космонавты полетели, я смотрю Семнадцатого, да? Нормально А я спал, ребята Рекламу пилю Помните про AdLoki Ну и помните, что поддерживать надо Меня и мой канал Подписывайтесь на премиум Поддерживайте по возможности У нас пауза здесь, блин Не тормознули они Венера, пацаны И, короче, не получится мне пока ворваться туда Ну, видимо, Майджика надо Скана Деволта Так, ну что, Майджика можно перестримить немножечко Потому что, а что еще делать-то? Шарик вам пройдет Вставляет Трава не расти Так, ну Деволт в Скану У нас бьется Кореец Вчера Скан это наш игрок Российский Проц Относительно молодой По сравнению со мной Там, не знаю, сколько Но тфую 25 ему Так, ну через гейт Ставит Nexus Здесь эта цеха полетела Пробку увел Второй гейт Там и робо ставится Все стандартно Четыре драгуна вперед Выдвигает У нас Деволт Заметил, что КСМ-ка Едет Надо бы его забрать Было бы Ну, получилось Да Забрал КСМ-ку На отступление Ну, а кореец Занимает Здесь получается За цеху Все надежно Барака Здесь Просто инженерка Еще и все Уже Ломиться тяжело Будет Очень сюда Да даже Никто и ломиться И не будет Все надежно Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, Деволт Выходит, ребят В арбитров Здесь Старгейт Архивы Темпларов Это явные Арбитры Да Здесь у нас Скан Убивает Какую-то там Пробку Ехала Там у Деволта По мейну Расставлены Драгуны Нормально Ставят Две факты Здесь его пока И третья ЦЦ Ну, надо О третьем Нексте Подумать Деволту Что он Что он Сейчас и делает Он не просто Подумал Он его уже Берет Сейчас Ну, а здесь Арбитра Трибунал И в арбитра Выход Все стандартно Над мейном Матерановским Что-нибудь Повесить Еще было бы Неплохо Не знаю Делается Там арбитр Трибунал Вот сейчас Надо арбитр Трибунал Сейчас Надо Скоро Зилатом Делать Заказывать Ножки И надо Добавлять Бараков Иначе Тиран Сейчас Может Какой-нибудь Выход Резкий Сделать Хотя Наверное Он Выход Будет Делать Вот здесь Между Второй И Кореец Ё-моё, драгуны бегают по минам. Чё, Мальчик, куда смотрит? Там драгуны мины бегают, разминируют, хоть бы показал бы. Так, ну по ревиту в небольшом-небольшом плюсе Деволту на самом деле плюс должен быть побольше на такой стадии. Я б на его месте, да, здесь бы просто закрыл бы пилонами с этой стороны, проходит, чтоб только пробки проходили. Здесь драгунами надо всё очистить и просто ставить респ, здесь пилончики тоже, и выходить в четвёртую базу, и просто и бараков добавлять, и пусть он там сидит в трёх базах. Масится, как бы мастится, мастится технологии, шторм, там все дела. Но даже с трёх тиран баз будет чрезвычайно опасен с грейдами, то есть он может выход сделать такой жёсткий, что просто убьёт. Просто, например, идти близко достаточно до второй, то есть надо продакшн расширять Деволту, расширяют он там продакшн или нет, я не вижу. Да, вроде гейтов здесь появилась такая хорошая кучка. Вот, 105 лимита, 108, там 92 у тирана. Всё вроде делается, арбитр уже должен быть первый, второй строится, по идее. Пилонов добавляет, лишних пробочек ещё сюда перевёл, где арбитр вообще? Он долго же строится, неужели он не вышел до сих пор? Может быть, да, может ещё даже и не вышел. Вот пассивничать Диолт, не надо. Тянет с четвёртым негусом, сейчас ничего не мешает ему поставить, вообще он не просядет ни по каким параметрам особо, а поможет это потом очень сильно. Ну вот нахер снизу-то респ и минералов больше на респе, и дефить просто. Почему внизу, блин? Зачем внизу брать, не понимаю я. Ну ладно, хотя бы где-то берёт и уже хорошо. Газа Диолу тут уже не хватает особо, кстати. Вот я бы на его месте сейчас сделал бы стандартно, как я и объяснял раньше. Сначала делаешь стадис, а потом делаешь просто рекол, и как раз под второй трейд 150 энергии будет. Можно полететь и всё сделать круто там. Кажется, Диолт как будто бы, я уже подумал, сейчас он пятый негус сразу хочет занять. Так, и итог уже штук 7-8, наверное, работает и ещё строится. То есть сейчас вообще их много станет. Да, 6-7-4, так, 11 здесь только, Диолток. Это неплохо, это неплохо. Пилонов уже до 200 набомбил. Дистанс майнинг, папёр, не надо дистанс майнингов. Здесь никаких ещё делает, делает здесь минки немножечко, пытается почистить у нас Диол. Здесь факторок тоже увеличивается количество. Сейчас бы рекол, вы просто идеально бы зайти мог. Здесь туретки везде поставлены, правда. Не знаю, можно вот, подлетая к этим туреткам, заранее рекольнуться просто и попытаться. Потому что сейчас наверняка Сканна делает научных суден, а не же вёсла просто. И в бою просто, если захочет Диолток прокидать, кидать там стазис, то он будет за импэшн нафиг. Ну и, кстати, прикольно, что респ ставят ещё в левом верхнем углу. Ну, с одной стороны, надо бы здесь одновременно, да, и здесь, и здесь поставить. Рубок заранее перевести. Грейды с одной фаржи меня это очень удручает, если честно. Потому что сейчас это такой современный стиль, с одной фаржи грейды делать. Ну, на самом деле, броня очень сильно нужна. Против тирана тоже делки там пожирнее будут. То есть все грейды нужны вообще всегда. Во всех матчах, кстати говоря. А не только с тиранами. Если есть возможность. А на такой стадии, конечно, уже 4 не куста. Там 5, конечно, есть возможность фаржу добавить. Так, гейт Патронко в левом верхнем углу. Пытается реколить. Ну, тут некуда уже вроде у тиранов всё там заблокировано от реколов. Так, несколько пробок Диволт переводит. Ну, сейчас он спалит, где находятся эти культуры. Кстати, я не понял сейчас скан, что здесь резко. Кстати, и много рабочих-то перевёл Диволт сюда. Это хорошо, потому что вот эта база, понимаете, это такая удалённая база будет, перестраховочная, которую будет крайне сложно выбить на самом деле тирану. Сейчас ещё Диволт заказывает в правом верхнем углу базу и будет у него всё прекрасно. Но тут уже вёсла, как я и говорил, а с вёслами шутки плохи. Нужно как-то подождать, пока, видимо, тиран выйдет, рекольнуться, попытаться. Вот вероятное направление движения, где рекол может удаться, это вот так вот, например, залететь. Либо на этой стадии нужно уже пси-штурмяков добавлять, делать иллюзии им, делать иллюзии арбитров и пытаться с иллюзиями залететь, как бы. Но рекол не всегда нужен. Когда тиран вот так стационарно стоит, он сейчас-то уже и не нужен на самом деле. Либо раньше надо было делать, либо теперь тирана пытаться подловить в него на выходе вообще. Так, Холик Ниган. Через киви нельзя, насколько я помню. Через киви только время можно купить. И то я не уверен. Так, через кивас. Если поддерживать кого-то хочешь, то тогда только на кивас. Вот, по реквизитам. Если так, то никак будет, наверное. Так, куда-то скан тут вылупился. Куда он выехал-то? Он что, наверх уже? Во-о-о-о! Ди-воль то, что я говорю делать! Он делает красоту. Так, сплитани. Где там ЕМП? Где там арбитры висят? Не арбитры, а... Так они все с армии ходят. Нормально сейчас можно залететь. Главное, они на вторую реколятся, а на мейн, ребят. Главное, они на вторую, на мейн. О-о-о! Скан среагировал. Здесь все заминировано. Вообще дичь, короче. Полная. Арбитр упадет. Да, упал арбитр. Ну так, зилы-то с драгонами здесь разменялись. Как бы немножко. Сразу же до заказ пошел. О, хороший шторм проходит. По танчикам. Танчики задемеджатся. В итоге еще будет шторм. Нет, больше шторма нет. Ну, я бы сказал, что... Не самый провальный рекол бывает просто вот сюда. Если прикольнулся наверх, как я хотел, это было по ошибке. Наверх, только дальше можно было к фактам, к цецехе пролетать. Если бы прямо на туретке реколел, там на минах бы даже без приезда вот этих юнитов взорвалось бы все нахрен. На минах бы просто вот и все. Так, Сиджица, здесь Кан, Диолт драться все решил. Куда-то, ем, лимита меньше даже видно сейчас невооруженным глазом. Здесь просто реально мало, как бы, где там матриц какие-то идут. Куда лезет-то Диолт, я не понимаю. Ем, сейчас он все просрет вообще в хлам. Так, зилки сзади стоят. Там сзади стоит. Респ есть. Будет прекрасная вот ситуация. Три базы Тирана. У Протса просто шесть баз сейчас. Респы разнесены. Делай грейды, играя не хочу. Можно в карреров даже выйти. Только не надо вот сейчас ни в коем случае добавлять именно вот двух старгейтов в карреров. Нужно просто делать грейды, например, в кибернетке на атаку или даже с двух. Добавить заранее флитбикон и там три-четыре старгейта сделать, а лучше шесть. И когда будет размен какой-то, ну, резко в них переходить надо. Так, идет скан вперед. Сиджатся тут рядом. Зилы-то зашли. Танчик взорвал, кстати, свой. Пробки катать. Че пробок-то он катает туда-сюда, я не понимаю. Нарез бы, блин, повел. А, на мейне не осталось рабочих. Похоже, что да. На мейне там мало, похоже, осталось. Штормит, Диолт. Хорошо, кстати, штормит скана. Сверху группа драгонов, зилков. Куда он полез-то, Диолт? А, на минке полез вниз. Ну, а нужно туда лезть-то ему? Тут тирана мало рядом со второй. Приди, убей просто эту группу. Там вообще нихера нет практически. Так, здесь сиджатся. Все, шторм будет интересно. А нет, раз сиджился сейчас скан. Принимает бой против Диолтовских 10 юнитов. Диолт идет вперед, штормит. Штормы не долетают. Арбитр вышел сейчас на... Сейчас его Голиаф давайте сбреет, блин. На левом верхнем респе уже, кстати, прирост неплохой получается. Там юнитов достаточно много накопилось. Брейды нам Мэджик не показывает. Интересно, кей у тирана кей у Продса мне очень даже сейчас. Здесь в ультурки взрывает Диолт. Надо танчики забрать. Кстати, здесь туретка не готова еще. Да, вообще охренел уже. Танки чили привел. Вот косяк вот так вот танки, что привел скан сюда. Поэтому Диолт, надо просто пойти и убить все нафиг. Шторм мог кинуть, шторм не кинул. Что-то какой-то провал начинается. Диолт занервничал, е-мое. Ну, начал нервничать. Он не успевает приросты со всех баз сюда подводить. А на самом деле, все, что нужно, взять отсюда юнитов, взять отсюда юнитов, отсюда. Все сконцентрировать здесь и отсюда, отсюда и отсюда ударить. Здесь нет минок в тылу. Ситуация для процесса вполне себе нормальная на самом деле. Да и хер с ней с этой базой ресурсов немеряно на самом деле. Со второй. Но мейн дать убить нельзя. Мейн дать убить нельзя, потому что это много гейтов потеряных, это сразу печать. Там надо использовать все. И мф, эти, реколы там, не только реколы. Вот пошел рекол, кстати, на третью базу в тыл, там, тирану. И, кстати, там особо нет ничего, чтобы это все отбить. Здесь даже точки сбора не ставят. Конечно, такой стадии тяжело, еще точки сбора ставить. Так, драгонные штормовички разваливаются. Скан ведет все там в оборону. И, кстати, их даже отобьется он. Запас нереальный. Гейты все не работают, блин. У него гейтов, наверное, штук 20, мне кажется, у Диволта. Но почему-то лимит от 200 у тирана. У него 160 закажи, ты уже нормально. Или по частям так все слывается. Здесь тиран стоит, он не лезет наверх. То есть есть возможность юнитов построить. Но здесь вот есть точки сбора. Были есть гейтов построены, поставлены. Их теперь надо менять. РР в гейт делать просто, чтобы они выходили вперед, не бежали на танки. Это в первом стартрафте нереально сложно будет законтролить, если все само туда побежит. Здесь штормы по танчикам идут хорошие. Есть ли зилки на ХГ здесь, не знаю. Вот лучше на таких базах арбитера по возможности держать хотя бы одного, чтобы он с мейна, например, забрать юнитов мог. Вот здесь кучку скопил, туда телепортнул. Здесь смысл на мейне через рампу выходить, там фарш превратятся они просто на танках. Короче, я четвертую скан занял. Ну, ничего особенного, я бы сказал бы, тиран как-то, ну, вот, не сверх какой-то сильный вот этот прямо, но видно, что шарит, что делать, а дивулку не хватает немножко. Вот везде юниты скопили, здесь бегут, да, на муве сливаются зилки, я что и говорил, просто-напросто. Здесь пошла атака, нет бы сразу все спустить в ХГ вниз. Идет все на муве, по факту уже сюда выходит. Конечно же скан все здесь развалил. Вот, видите, отсюда бегут не успели, отсюда уже отдались юниты. То есть надо было оттуда прибежать, вот, вот этой группой, и сверху группу послать. А в итоге сейчас опять в линию все дерется, сверху ничего не помогает. Зилки, конечно, зашли, зилки разваливают. А сзади тут-то вультура уже приехали, блин, помогать всей этой группе, блин, чертовой. Ну, ты пять тысяч минералов, тем не менее, здесь у все равно гудиволта. Идут штормовички, вот, пожалуйста. Здесь с мэйна выход, ема, как вультура здесь крошит. Здесь еще матрица, жесть какая-то. Только танк один убил, и все. 155, это на заказ новых зилатов делать. Шторма не хватает, ни хрена не хватает. Сейчас шторм пошел, можно назад было кинуть, здесь пять танков подходит. Арбитеры где, не знаю, не строят, что ли, в ултах? Сейчас арбитеры вообще бы спасали бы ситуацию. Он сюда рекол сделал на этой танке и фигу показал. И не убил он, и респ живет, и вторая живет, и все живет. Здесь тоже вторая, но на самом деле, еще деволт живучесть демонстрирует. Там вторую занял, сам вторую занял. Вот отсюда юниты, вижу, бегут опять, то ли зилы-то это, то ли что. Да, зилы-то, кстати, разберут, скорее всего. Здесь драгоны выходят. Стазис пошел, вот они, арбитеры, не надо сливать их тупо вот так вот, братан, не сливай ты их. Пусть они демеджены, пусть они поля копят, но все нормально. Опа, Стазис он заморозил три танка, оборзевшему скану, который решил тремя танками, что он выбьет прямо три часа сейчас. Не надо так давать ему, конечно. Здесь в ультуре приехали. Штормовик есть, шторм не успевает, деволт, кидай, что же происходит. А так вот два-три грейды у тирана, а вот какие у прокса грейды, мне интересно. Где прирост с ХГ, где все спускается, нигде ничего не спускается. Так, туда-сюда, беготня начинается, здесь зилы-то добавляются. Все начинает двигаться. На верхнюю три часа хочет танки прикрыть скан своей. Здесь зилки пришли пару штук буквально всего, они ничего не сделают. Надо со всех-со всех баз сюда стараться вывести юнитов. Ну тут драгун и зилы-то выходят. По чуть-чуть тает запас ресурсов, кстати говоря, деволтовский. Надо бы пробок... А, здесь уже все, нету, все и нету. Так, ну здесь деволт уступает, группы есть, надо заказ. А, нет, живой был, я вот соврал, он живой. Вот группа стоит, блин, не успевает. Надо сюда подтягивать здесь. Тиран ушел, ты здесь убил, пришел туда. Опять потерял вот эту группу, на халяву нет бы отступить. Сюда потерял на халяву его. Пошел на шесть часов сейчас какими-то юнитами. Какими, но эти к нам не показывают. Там скан тоже сзади гонится чем-то, поэтому на шесть часов выход неуспешный. Не очень-то там такой... Видно, что скан контролит, где сейчас, что он внизу там контролил. Как раз таки. Что показывает? Там шторма нету вообще здесь никакого. Пришел скан и все выпилил сейчас. Так, не кончилась там игра-то еще? Не, походу не кончилась. Террор монг там сидят. Все уже монг нагнул что ли? Да, монг на иди, еще 2-0 нагнул оппонента своего. Все, скан пришел наверх, там убивает. Здесь зареколиться не смог, короче, здесь, к сожалению, Диволд. Ну, нет, нормально, Диволд намакрился, намасился, но вот так вот не успевать постоянно подводить. Вот, смотрите, тиран просто раскатывает через оклик туда-сюда-сюда на мультитаске. А Диволд не успевает просто. Он настроил здесь, точки сбора нет, отсюда сюда не подводится. Надо вот эти бараки, допустим, битва нет, это постоянно работа. Вот стоят 5 бараков, точку сбора сюда поставил, отсюда из бараков сюда. Отсюда сюда, когда заблочили, просто на мейне оставить сбоку и отсюда реколить по возможности куда-нибудь, когда арбитеры есть, арбитеров развесить там на базах, на этих попытаться, как бы, да, чтобы на оборону реколить. И просто вот когда сюда наверх посылал уже тиран, помимо основной группы, тут малое количество юнитов шли. Рекол бы там или стазис, плюс грамотно отсюда просто подводить. Вот здесь стоят юниты, вот видишь, сюда едут, сюда отвел за них, сюда подтянул, пил, и с двух сторон давай их лепить просто. Все было бы нормально. Но это проигрыш, вы видите, ресурсов не осталось, как бы, у Диволда. Тут 200, это гаганец просто. Ну, пока не сдается, Диволд. Так, ну все едет туда-сюда. Дожимает скан, короче, сейчас мы гг увидим. Так, ну все едет туда. Ну. Так, ну все. Так. Ну, тут все ясно, ребят. Дожмет сейчас скан. Это понятно. Становится. Штормит кэшдиул, пытается, но ничего не получается. Штормит кэшдиул. Штормит кэшдиул. Так. Последний бой Диулта. Зилоты сверху бегут. В центре драгона отдаются, короче. Ну, по частям. Всю игру по частям. Гэй пишет Диулт. Гэй пишет Диулт. Так. Ну, что? Показка здесь ТВ-ТВ-1 Похоже, да? Да, не создал еще Чарлик Пес пришел Чарлик Пес пришел Так, ТВ-1, ТВ-1, да ТВ-ТВ-4-1 Прям там слот один не открыл Так Субтитры scenario Круг Почему-то 3 из 3, я не паул, слот там закрыт, а, карта Лонгенус, нет, там есть же на обсервере слоты. О, отлично. Привет, Дмитрий Медведев. Только после данного турнира, как он кончится, а часа полтора он еще пойдет, походу. Мы будем смотреть «Гоухое сказка», «Анди Уолт», потом победитель с «ЮЮ Май Бро» и «Монг» там еще есть. Далее. А и он «Зерк» еще, кстати. Вру я, ребят, еще даже. Вот эта игра, или даже две, если Диволт выиграет. Потом против «Юон Зерга» победить этой пары, потом против «Террора» победить следующей пары, потом финал. Только вот так, у нас как-то все потянулось прям рост. Незинхронно прошло. Ну, там ЗВЗ были верхнюю часть сетки, вы видели. Было тяжко. Ну, Диволт какой-то прокс, я так понимаю, поехал строить. Иначе, куда пробка поехала на такой стадии. Продолжение следует... Так, пилон готов. Да, пошел гейт и разведка. Скан ведет 1-0, кстати, надо бы добавить это все дело. Офиг, пусть там лагнет чуть-чуть. Не знал я, где никнеймы появятся, поэтому ничего страшного. Ну а здесь, блин, 10 минералов на Лолгенусе, это жесть вообще. 10, 10 минералов на Майде. Просто нереально. Для тирана это вообще жесть, на самом деле крутейшая тема. Я просто... Ах, вообще из другой стороны тоже неплохо. КОНЕЦ Так, ну пробочка Диол тут въездит, смотрит всю штуку, она есть. Марик готов, надо уезжать, куда он ездит-то, я вам. Взял, отдал пробку на новом месте. Уедеть ты нафиг сбок и сюда, всё. А, типа отвлекая, Зилот заходит. Ну, с другой стороны, да, они Зилота не встретят, и Марик не может догнать нормально пробку. Приходит Диламен. Надо ломать кабинет, ё-моё, уже кому-нибудь хотя бы. Не можешь Марикус ломать, ломай рабочим, это же Зилот, он мощный, пацан. Короче, Дилол бегал-бегал, что-то ничего не сделал вообще здесь. Ну вот, вот так вот. Вот теперь-ка отвозил, это можно Мариков просто вот один здесь, один здесь. Диолус, блин, КСМ пытается бить, но он хотел, чтобы факторки не было. Убезли его, наконец-то, ё-моё. Факторки не стало, но здесь-то ё-моё, всё дэмэджное. В кламм, как вообще это всё, бля. Я как понимаю, как сложно это контролить в первом Старкрафте, но всё равно чё-то не то дело. Диолус вообще. Вазил как, когда пришёл, уже плавил бы Мариков здесь. Они здесь бегали между депухой. Одного здесь, одного здесь, всё. Да. Заходит третий Зилот, а здесь Мариков четыре штуки, кстати, и по одному удару у двух Мариков Зилот сделал по ним по одному удару, и по... у других вообще. Да ладно, ГГ тут! О, тут же пятый Марик вышел. Прошу прощения. Вультура приехала к Диолу, то это ГГ. 2-0 скан, ребят. После первой игры очень быстро, но умеет против прокси Гитая играть, пусть пацаны всё. Вультура приехала, её нечему. И действительно, это ГГ. В корейских руках эта Вультура не погибает, ребята. Ну что, скан против кого там скан должен играть? Дальше что? Против... да, против Иоанн Зерга, потом против Иоанн Айброид террор, и потом финал, соответственно. Против... да, против Иоанн Айброид террор... 20-летний, прощения и кот-пixала в авиаду Stop! Против... да, против Иоанн Айброид террору... Против... да, против Иоанн Айброид террору, и так далее. Энер, из-за 30 лет... У меня есть два недель... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Здорово, Илюк, кстати. Сидишь тут, сныкался. Хитро как-то. Опа, извиняюсь, что я кликнул, что на панель управления попал случайно. Так, да, шпиль, смотрите, уверен в своем мута-контроле. И он был бил в пул первый, в шпиль. И, кстати, смотрите, пускай она инженерка, конечно же, заказана, но мута может зайти, ведь здесь мариков-то не будет. Здесь уже два рабочих застряло. Надо поднять Старпорт, и они выедут. Просто не знаю, что скантупят. Не поднимает ничего. Все, мута-заказан. Да, заказан на муталисках, наверное, штук шесть будет. Ну, вот мута-свич-гидру, например, или это, ну, там, с выходом в третью базу. Я не знаю, как-то надо делать здесь хитро. Так, поближе я приблизил вам. Вот она, мута появляется. Надо чуть-чуть ударить. Нет, нереально так смотреть. Полетела мутка вперед. Пять муталисков, два скоржа. Зачем скоржи, я даже хрен знает вообще. Туретками все обнесено уже. Есть армори. К валькирии сейчас настроить штучки 3-4. Армори-то есть. Кстати, да, похоже, валькирия и начала строиться. Прилетел муталисками сейчас, и он зеркал. А вот, смотрите, где можно. Да вот с этой стороны бомби, конечно, рабочих. Скажи, можно оставить просто на халде. Чего он боится-то, ёмор? Да, явно недоконтроль здесь был, ребят. До того, как эта туретка построилась, надо было вот в этом направлении и бомбить, 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 на самом деле. Так, два муталиска слища. Ой-ой-ой, царь вообще скан, конечно. Просто развел на валькирию. Забайтил всю муту, что называется. Минусную муту. Здесь шоверы летят, сливаются просто на туретах. А тут доезд пошел. На вторую, на мейн, вультура значительно быстрее муталисков юниты. В первом старике, хоть и наземные. Ещё бы скан по одному бы покрутил, а не через заклик в пол бы топил бы. Он мог бы значительно больше убить, если бы контролил получше. А контролить он мог получше. Легко достаточно. Просто надо фокус на кого-то. Всё, в культуре всё-таки минус. Здесь дроны поехали вперёд уже. Это не второе вам Старкрафт. Точку сбор на минералы поставил отдельную. Отдельно боевого лимита, отдельно точка сбора. Нет, здесь ребята, все, везде одна точка сбора. Руки из печи и растут, всё. Значит, рабочие едут вперёд. А здесь-то у нас что? Здесь у нас три валькирии, четвёртый, наверное, строятся. Танчики строятся. Депошечки добавляются. Бабах, минус пёс. Третью пошёл всё-таки ставить, и он зерк. Ну вот как-то я бы сказал, что мута вообще не зашла особо в зерга. А ещё эти раны контр заезд делал там своими этими культурами. И, кстати, позднее нубио попёрло. То есть бараки сейчас добавляют, сейчас ещё их больше будет. Валькирии просто на муви летают. У-у-у, бедная муви вот. Это грязь, ребята. Это просто грязь. Вы видели, что валькирии делают с муталисками. Сейчас мы только что это увидели. И даже с Кожей второй волны забрал. По-моему, здесь есть гидродент. Третьей хаты нет. Мута вообще не должна была погибать. Она должна была летать, как бы и сейчас пользу приносить к зергу. Валькирии сейчас вычинит, конечно же, скан. Да два рабочих взял через шипчик-чик-чик. И на минералы всё. Что-то пока не чинит. Не знаю почему. Надо вычинить. Сверх дорогой юнит, на самом деле, валькирия забыл, сколько она стоит. Она в стиле там 250-125, как-то стоит так жёстко. И валькирия и дороже там, чуть ли не дороже, чем батлкрувер. И сколько она? Скаут 275-125, я помню, стоит. То есть это просто нереально дорогой юнит, но он совершенно другой, не как валькирия. Валькирия тот, что у всех того, что... Вот, не вычинил валькирии. Две всего осталось. Вот там отвёл. Починить штык, блин. Валькирии плюс био вообще хорошо бы зайдут. Так, моряки танки. Здесь люра попёрла вперёд. Минки идёт по минкам у нас. И он зерк всё разминирует. Пусть на муве. Аскан пошёл вперёд. Разминулись, что ли? Не, не разминулись. Ну, на халде за 105 можно люркеров, как мне кажется. Да, вот. Собак, пошли. О, хороший зал. Пошёл Скан. Блин, он поспешил. Собак бы сюда отбежал, он бы поближе взошёл. Вообще бы всё убил бы нафиг. Поспешил, мне кажется, люрой втопить атаку, но и так принял вроде как, на моём указу. Опять люра тут в районе рампы. Третья СЦеха чё-то не спешит, кстати, Скан с третьей СЦехой. 99, 69. Зато моряки стабильно строят. Сейчас второй Старпорт, лаборатория будет. Вторая Инженерка добавляется. Сейчас брейды у СПА-2 будут лепиться. Танки с флэшом здесь на кунду, че-ля-ля. Сейчас будут сканы. Скан кинет скан. И люркеры могут... А, он даже не будет кидать сканы. Вот, аж весло прилетело. Оно видит невидимо. Какие-то пиксели на нём что-то, или что-то синий на нём такое. Не понимаю я. Танки без СИДЖа, они имеют дальность больше, чем люркеры. Они просто... Танки в первом Старике, это же жесть. Они очень жёстко бомбят. А у них и больше, чем у Драгона рейнджа, больше, чем у Тихона рейнджа. Надо стимиться, надо атаковать, просто убивать. Весло, конечно, потерял. Но тут, смотрите, какая пачуга идёт жёсткая. Маленько где-то две полных пачки, и там... Зачем только с этой стороны скан идёт, понятия не имею. А, здесь можно засиджиться, просто простреливать вторую, и при этом всём ждать, пока зерк спустится сам. Отсюда ты до второй не достанешь, так что стан прав, я думаю, здесь в этом плане. Блин, смотри, как пакулисочные валюры. Канн решил, что нормально подерётся, и он более чем нормально дерётся. Убил всё, ребят, это... 1-0. Чё, плёсну бы прикрывал, и было бы неплохо. Так, валькирии летают оверов, бомбят там в тылу где-то. Ядра новенькая выходит, разваливается на мариках с двумя медиками. Пришёл откуда-то и он зерк с тыла, и минуснул танчики, что-таки в итоге. Здесь есть Нидус, но Нидус выпиливает скан момента в море. Моментально в море. Ну вот если бы он убежал сейчас, он бы, мне кажется, с этими мариками... Нахрен, не отбежал от люры, всё потерял. А, потому что дроб на мейне. Дроб на мейне законтроливает скан. Я не знаю, что и он зерк ещё хочет предпринять. ГГ, он пишет. Да, я дроб даже не заметил, на самом деле, на мейне который был. Да, я пускал вальфирю. Она есть ещё более жёсткая. Это Либератор. Абсолютно аналог. Валькирия даже по демо, ну по типу атаки и по... ещё и по земле раскладывается. Неслабо. Так, соул тескан у нас тут против ион зерга, ребята. Ждём продолжения мы. Субтитры делал DimaTorzok Так, не спрыгаю. Отлично в игре. Но если сейчас убьёт скан от этого зерга, то тогда только три тирана останется. Дальше у нас одни ТВТ будут ущем. Субтитры делал DimaTorzok зерга. Субтитры делал DimaTorzok что ли там ладно шуту шучу шучу ушел он куда-то на две минуты ребят мы ждем начала и он за 263 26 не остаться карету сделать практически не может чая на секунду отлучусь ребят вернуть к вам даже не буду микрофон вырубать а так отошел сладкий хюрмян ащоль похоже скушаю люблю хорму конечно а ты чего пришел и туда смысле уже они сюда так ну что в канаде 0 надо бы счет проставить либо вот хую что там пузы куда-сюда и он за бельгиец но если открыть стриме его то можно увидеть что он явно коренной вы поняли юмор как там у него фосе луис у него никнейм что-то там что у нас люди попутали думали что это террор из перу а нет это бельгиец ткань юмор бельгиец но не ариц тут уж ничего не поделаешь да и нахрен мне надо ему это все дело левое джейд у нас карта нео джейд по моему она называется для зерга видимо попроще здесь мейн находится в низине да да мейн в низине находится вторая база на хг ну 10 уровень 1 с центром получается ладар там уфу играет я смотрю так хата первая в этот раз у ион зерга ну я думаю правильно что не пул первый он играет ну что из этого выйдет сейчас мы посмотрим конечно так полная застройка тут что-то а чё скан вообще а вторая депоха а это стандарт после депохи я думаю что цеха будет заказана надо уйти вообще так так их уже на вторую что ли поехали а нет макро хата да видно вот проектория движения какая-то странная макро хатку ставят ион зерга газ делается и кажется по велоду газ пораньше должен быть почему то может ему то запаздывает что он уфу юсту 10 к его но а Так, паузу в конце. Что-то случилось, что случилось, КЗ. Так, паузу в конце. Так, пошел Гидроден. Ну и вон зерга, ребят, паузу отжал, скан. Ну, цеха ставится, моряки есть, все стандартно. Дома у нас инженерка и академия. Да, это чистой воды био. Сейчас бараков еще добавят в ближайшее время, скан. Ну, а здесь люркер удар. А, это вообще... Ё-моё. Ребят, это даже не люркер удар, это вот какой-то хобот здесь. Секси-мекси, как телочки на фотках губы делают, да? Гидроден у нас просто кавайный или какой-то... Плюс один заказан в инженерке. Пошел Грейт в академии. Это стимпак, потом рейндж будет явно заказан. Йон-Зерк здесь рядом бегает. Барак пошел еще. Наверное, два барака сейчас добавят, чтобы три было. А ведь это гидропрессинг, ребят. То есть сейчас в гидре доделается дальность, доделается скорость. И Йон-Зерк пойдет в попытке пробить оппонента своего. Но как только будет стим готов, пробить будет нереально просто. А, просканил и все спалил. Сразу три бункера, да? Ну, великолепная реакция со стороны скана. Тут похоже, что ничего не получится. Правда, бункера тяжелее кэшчинить, чем у второго старики в первом. Но можно вычинить, можно. Ну, а бараком взлететь... Зачем барака давать? Влети. Пытается скан. Взлететь-улететь не получилось у него. Улететь-взлететь-то получилось, а вот улететь не получилось. Так, начинает у Йон-Зерк выбивать депокер. Две депокер сейчас погибнут. Но если гидры много скопятся, можно попытаться пробить будет. Но это полный ОЛН, ребят, помните об этом. Я думаю, что навряд ли Йон-Зерк три бункера здесь пробьет с вычинкой, и тем более один. Один бункер пытается убить. Маленькие высаживаются-засаживаются. Один из бункеров скан пробил. О, этот Йон-Зерк пробил. Два бункера он даже пробил. И пишет ГГ, потому что третий не пробить, ребят. Ну, не зашел, бил. Что тут делать? Ну что же, скан против террора сейчас будет играть. Ждем начало. Кстати, ГГУ-СК начался уже. А, он же в 16 сейчас начинается точно. Ну, это хорошо, значит, успеем на ГГУ-СК. ГГДРОЕ ВНЕОН. ГГДРОЕ ВНЕОН. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас вернусь, позвонить не надо Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так, лагалочку поставил за высокую лайтенсию. Вчера спрашивает, корейцы не любят лярва, ногу лярвы. Говорит, да, многие не любят, но это больше на самом деле дебилизм был, конечно. Но есть иногда же те товарищи, которые хотят на говнище выехать, куда-то популярность набрать. Играет музыка. 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 0-0 или у меня там единича стоит да нет это ошибка с предыдущего матча было убираю я неудобно что нету интерфейса поэтому поэтому счет не запилить нормально то есть надо сворачиваться непонятно кто где будет то есть надо даже пока игра начнется свернуться и тогда уже в тексте проставить счет который напротив находится того где надо поставить счет так раньше ццх намного у террора факта строится и факта раньше короче скан отстает ребят явно здесь и кстати они оба ццху первую получать что ли играли умудрился какой то образом упустить ксм хотя первым старик это нормально потому что она жирная нет никаких бо 5 бо 5 у нас соответственно вот это матч лузерский финал получается а вот финал с монгом скан против монга вот там да бо 5 будет уже я так понимаю я так понимаю я так понимаю не знаю что она что она вы вы Так, пришли марики сюда. Смотрите, сюррор дерется. Каким-то образом он умудрился просрать вультуру. Как это произошло, я без понятия. Ну, выезжает вторая, он тут чудом отобьется. Вот и вторую упустил. А тут, ааа, там еще вультуру. Три факты уже работают, ребят. А здесь две факты, два Старпорт. Ой-ой-ой, скан обманывает террора здесь. Что террор делает? Как он умудряется вультуруя-то так просер... Ааа, расконтролили его. Две в две получается. Не вычинивает вультуру, нажми-то, чинить-то его. Вот, четыре в четыре, но здесь-то две доходы, ема. Надо бой принимать нормально сейчас. Вычинивать вультуру и быстрее вычинивай, дружочек. Все, вычинил, кстати, просрал здесь все. Скан получается. Ну, если голиафов добавить сюда несколько штук, то террор может нормально биться, по-моему, не? Вультурух уже реально много. Здесь стенку сделает скан полную, чтобы в ультуре не зашли. Строятся гасты. А барак медленно, но верно, летит на разведку. Он сейчас гастов всех спалит, кстати. Ой, гасты, в райты, простите, гасты. Гасты это по земле такие, товарищи. А в райты это... Невидимые летающие, ребят, в первом Старкрафте. Ну, как банша, невидимые летающие во втором. Но во втором банша-то только по земле бьет, а в райты и по воздуху, и по земле бьют. Но по воздуху они бьют хорошим, да, он же, но по земле слабенький. Вот два в райта, первых вылетает. Террору надо отъехать отсюда. И потом опять ворваться просто, конечно. На изи, чёрт, конечно. Вот так и надо. Для депоху пробивать строящиеся, и всё творишь. Райты чё-то висят, голиафы первые попёрли уже. Здесь танчик вышел. Надо депоху было сразу пробивать, а не с культурами перестреливаться. Вот пробил бы депоху до того, как танк вышел, и заехал бы сюда. Было бы прекрасно. Инвиза нет ещё, похоже. Дальности на галике тоже, правда, нет. Ну вот аху-то вот это два удара оставалось делать. 40 хп. Так, один в райт минус. А, инвиза-то нет, кстати, даже. Вот в чём прикол. Надо выйти на центр. Вот барак для голиафов цель нормальная. То есть они быстро его убьют достаточно. Ну, тут барак сюда, вон, посадите, а не за ног баутся. Стрелять в райты, я имею в виду по нему. Так. Ну, тут реально много галиков. У терроров. Гультура. Нужны танки. Нужны танки. Хотя бы несколько штук. Потому что таким мясом драться только через Аклик вперёд. А нужна позиционная какая-то тема, чтобы позицию мог занять. Здесь вообще у нас террор. Так, сэценчик на 12 пошёл. У скана. Решил минералон или вообще не брать. А здесь есть ещё. Здесь нет. Вот, сэки. Да пох тут настроено. Прямо в одном месте. Да так. Прямо дофига. Будет следрок сюда. Сразу такой соплай блок. Ну, какой-нибудь хороший дроп. Если будет, такой будет, чтобы не восстановиться. Так. Один врать всё. Отлетался. Везде туретки напилены. Рядом с мэйном тоже есть. Но вот если залететь сюда на халде, то туда туретка не встаёт. Ну, это прикольно. Это жёстенько. И галиков нету нигде. Террора больше лимита и рабочую больше. Конечно. Ну, вот это не надо так в райтан давать. Пробивать. Есть два танчика. Так. Тут всякие рабочие отменяются. Здесь что-то ультуры подливались. Скан в центр выдвигается. Я вижу. Ох, как же вовремя. О, это туретка достроит. Здесь ещё подконтролил террор. Ну, три в райта полудохлых осталось. Всё в порядке. Так, ну, ультура едет, харасит. Здесь, кстати, рабочие приехали. А ведь их нечем прикрыть. Надо заезжать сюда как можно быстрее террору. Четыре миньки поставил. Ну, хоть в чём миньки, не знаю. Дай мне, чтобы не поездить, наверное. Нет, рабочую танку в кану убил террор. Молодец. Здесь танков пачка. Их не пробить так просто, кстати. Ну, вообще они отдельно стоят от другой группы. И если слэш минимизировать... Да, ультура вперёд, сзади танки. Можно и пробить, на самом деле, что террора делает в итоге. Молодец. Хорошо здесь развалил всё в центре. Но там дальше ещё группа танчиков есть. Прям на неё палец. Не надо так. Кривая позиция. Вот вы видели, какой ширины фронт сделал террор здесь? Поэтому успешно и подрался. А здесь хотел так идти в линию туда. Конечно, в линию не вариант туда было идти. Здесь тоже рабочие перевелись, кстати. Сейчас террор проморгает. Врыв четырёх в ультур унис. Они много-много-много могут рабочих подрезать. Зато здесь через верх можно зайти просто и выбить дальнюю базу. Скану вообще найти. Вот сюда танки возвращаются. В ультуре сзади уведи ты хоть чё-нибудь-то. Пачку рабочих просто в кал выбрели. Неприятно вообще. Здесь в ультуре подъезжает. Галик подъезжает. Сваливает отсюда уже скан. Хорошая реакция. Чё тут говорить. Рабочих взял всегда и увёл. Пока террор здесь. Куповал, блин. Ну, туда-далеку. Олег нет никакого. Можно сюда зайти и увидеть, что четвёртую цеху здесь ставят с канта. В итоге у террора всё время почти равный. Вот что мешало сразу туда хоть один танк привезти против культуры? Было проще. Рабочие, в принципе, есть у него. Как бы можно биться. СССР хоть летает туда-сюда. Ну, и здесь заблочил всё наглухо террор. Скану. Зато у него в тылу база есть. Тут три врага еще живых есть сначала. Ну, сейчас уже кагрэйды будут они будут. Тух, от них мало. У террора, кстати, плюс один есть. В отличие от скана. А плюс два террор делает. Зачем плюс два-то? Ключевой грейд ТВТ. Зачем его делать? Завтыкал что-то террор. А вот сканчик уже и в плюсе по лимиту в небольшом становится. Завтыкал что-то террор. Завтыкал что-то в альтернере. Так, у скана здесь танков-то не так уж много в центре. Сверх дальний выстрел сейчас был. Ну и всё, посмотрите, как скан. Центр опять отжал, нарез рабочих привёл. Здесь в тылу есть пять танков, две турецкие, галик, ну а толку-то от них вообще нет особо. Я не знаю, что тупит террор, ему самому надо просто треск уже застолбить было за собой. КВТ очень быстро можно базы брать. Хорошо террор сейчас, кстати, к скану подошёл сюда. Очень хорошо, ребят. Здесь топ удоволен в плюс подрался. И дашь плюс два заказал. И здесь плюс два заказал. Тайминг почти равный. Ну террор что-то делает, конечно, скану здесь, но проблема в том, что террор сам ничего не занимает нигде больше. Жёстко по сотке прилетает, почти что за удар по ЦЦЕхе. ЦЦЕха падает в итоге. Так, ну лимиты почти равные, сейчас идут сканы с одной и с другой стороны. Чё-то террор решил вот эту базу ближнюю к скану занять. Не знаю, чё мешает ему резко-то занять. Вообще нет никаких препятствий сейчас для этого. Но никак не занять вообще. Так, у террора несколько ультурно. Поехал. У меня скоробой чуть погибнет, поэтому у скана это точно. Ну, у скана 190, а у террора 150 лимита сейчас, как вы видите. Здесь какие-то заезды, ксм-ы куда-то непонятно. Всё, пять бат за собой достолбил скан уже резко в том числе. У террора, конечно, три часа сейчас будет, но три часа не лучше, чем резко совсем. Но резко тоже отжать пытается, кстати. Так, приходит сюда террор на резко. А что здесь? Здесь минка зарыта. Всё, ничего нет. Танчики завёл сюда. Да в центре надо здесь ставить танк. О-о-о! Пошёл скан вперёд. Потеря несёт, конечно, но не прям не катастрофически. А здесь ещё в рай танчики налетают. О-о-о! Сможет галиков выбрать, интересно, террор? Надо подождать, пока скан сюда придёт. Нет, здесь галиков слишком. Здесь галиков как фрайтов. Галика даже три, два-три голиафа и то уже напрягали бы этих врайтов. А там их реально дофига, поэтому навряд ли по-моему напрягали. Долетают врайты. Надо галиков бомбить. Ох, смотрите-ка террор, что в плюс какой тут размениваются. Жесть просто. Ну вот теперь для их нельзя. Грейты по нулям, две атаки. Там рэп-отчётчик пошёл. Плюс два там и там готовы. Наверное, врайтов. Делаешь врайтов, делай грейты на них. Иначе юнит это мёртвый вообще. Или замечательно приготавливаются там uses для него огульсона река. Иначе нет. Какое время как фрайтов? Моя дальность на putting, 20 кастролист Irene, где-то ещё, да. Вы точно не смогли Zone длиннее, Так, всё-таки респовую базу одну террор занял. 155, 197, всё ещё в пользу скана. Вот скан опять начинает движение, это минус 3 часа, сейчас террору будет. Ну где оборона-то, где? Ё-моё, здесь природ, здесь танки, врайты, всего есть здесь. Поставь ты, Вова, не поставил ничего, террор, пошёл скан ГГ, ребята. Это террору, это 1-0 скан, здесь уже ничего не сделают. Смотрите, как идёт катком, просто голиапы, просто воздух стирают с лица земли, не замечают они этих прайтов абсолютно. Вторая карта нам нужна. Дестинейшн хочет террор играть, хорошая карта, любил я её всё время. Сейчас у нас закончится этот матч, финал, гол 5 и пойдём на гол поиска. Конечно, сначала гол поиска и получится застримить, но... Получится, получится. Чуть позже, не знаю, с 1-4 где-нибудь, наверное... Сколько есть? ТВТ может долго идти, на самом деле, очень долго. Чуть позже, не знаю, с 1-4. Чуть позже, не знаю, с 1-4. Чуть позже, не знаю, с 2-4. Так, ну что же. Дестинейшн поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, первый Марик уже практически пришел Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, он двухкроводчик Террор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для Террора, конечно же Так себе это начало для него Факторка строится А здесь, а здесь почти готово Кстати, у Террора Ну, Факту нормально построил тут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Убиваетフактор к Террору Субтитры создавал DimaTorzok Так, здесь друг друга убили Причем, по-моему, скан тупо выигрывал Но потом умудрился проиграть Так, здесь террор победит Вультура и вультуру Три марика барак добили все-таки Надо аккуратней быть Здесь, смотрите Здесь вультура заезжает с марика Здесь четыре марика просто в наличии имеется У скана, как вы видите Хороший контроль от террора идет сейчас Блин, он на лане бы значительно лучше бы играл Мне кажется, смотрите, он умудряет даже на пинге Все мы там контролить неплохо вполне Так, здесь марика вультура добили Здесь еще две вультура заезжают Но они друг от друга далеко заезжают А, уже три здесь вультура даже у террора приехали Кстати, он зажал вультуру скана на рампе Неужели здесь он победит Да, третья подъезжает Смотрите, пока нет танка Это хороший дэмэдж, между прочим Так, четыре Надо четырьмя убивать Одну Что он делает? Вот, одна заезжает Провальный контроль Короче, от террора, ребят Вместо того, чтобы собрать вультуру в кучу Фокуснуть нормально вультуру скановских Он просто все на муве сливает Брайт сейчас, конечно, полетит вперед Но я боюсь, что он ничего не сделает Здесь тоже А, ну иди-те армор Сейчас галик выйдет просто И все Угультурки еще две И этот, блин Ведь мог же, мог же пробить Но не пробил Так, все-таки побеждает Но здесь два галика вышло, ребят А вультура без минок Без всего Здесь вот в чем печаль Галики уже выдержат Не только трех Но и больше даже вультура Четыре они выдержат На изичек здесь Вот, минус одна вультура Галы уже вперед пошли Здесь в райт прилетает Куклетом своим дэмэджем Начинает стрелять Гляпа два выходит Прогнал их скан Надо брать галиков, мне кажется Вперед сейчас идти Здесь еще нет пристройки Как вы видите Ни одной на факторках То есть здесь есть Четыре вультура И два в райта И два гляпа Могут это все разобрать Надо рабочих вперед Вывести Иначе беда будет Да, минус прайд Один ценнейший Надо по обувь Сначала в райта забрать Минус прайд Похоже, два ноль, ребят Великолепно Скан здесь играет В каком плане Он прочувствовал Что здесь в ультуре Без минет Без всего И пришел И просто убивает Сейчас цеху Убил в райта Убил Убил в ультур Все Здесь два танка Нет, танк я забью Здесь точно Но одного заберет Скан Да, забрал Одного танчика Галик здесь чудом Выкарабкался Из рабочих Ушел Скан решил, что он Двумя галиками Разберет Обязательно танк Да не обязательно Вот тремя бы Разобрал бы А так в итоге Все просрал Танчик Вычинит КСМ И сейчас Затянет Сейчас игру Зазря просто И все Ну вот на месте Террора Сейчас бы Подкопить Вот просто Два танка Есть сейчас Еще два Четыре танка И в ультур Или даже Два танка Плюс в ультуры Выход делаешь И Все прекрасно Становится Так Забыл что-то Террор танк Один Замейн Зря Забыл Скан Везде Все Минирует Плюс Еще две Фактурки Пять у него Будет Четыре Без Пристройки Одна С пристройкой Танчики То есть Это ультуры Плюс танки Будут У нас Плюс пару Голиафов А здесь Две факты Как было Так и есть И барак Надо восстанавливать Чтоб еще Факты Добавить Здесь Ну вынес Ревультура Скан У него уже И скорость Есть А там Нет Вторая Пристройка Танчиков Будет Больше Добавки Делаются Все Делаются Три Без Пристройки Работают Грейдов Не там Нет Кстати Есть Армаль Потому что Грейд Не делает Не знаю Почему Здесь Армаль Даже Нет У террора Вот Какой-то Дробь Я вижу Полетел А ну Дробь 4 Ультура Здесь Субтанк Есть Ультур Много Садится Террор Улетает Сразу Скан Готов К этому Дробу Прекрасно Готов 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 Так, с инженером скана, что-то он ездит к тылу, непонятно, что он здесь ездит вообще, что он в этот уровень здесь забыл, ааа, понятно, что забыл сюда, он видел дропшип, он понимает, что могут дропнуть ему за второй бас, за минеральную линию, начал минировать вообще. Так, ну пошел тканк. Танки едут вперед, ребят, много культуры у него, реально много, танки едут вперед, танчиков тут тоже реально много, идти же надо минировать, срочно минировать, а мин нет что ли? Да нет мин, без минок приходит скан, ребят, вот только сейчас, похоже, доделались они, а, или все мины выставили уже, извиняюсь, вот в чем дело вот, а они мины выставили уже, вот в чем прикол. Ну нету ни одного галика, и чем прикрыть вообще вот этот выход, вот это плохо, конечно. Медленно в райд сейчас будут танки сбривать. Медленно, но верно, запущенный. Так, пошел террор на выход, скана типа хочет разблокировать его на саду, но тут 4 танка, ребят, они больно бьют. Ну, разблокировать-то разблокируют, но... Потери немалые здесь. А, еще и не разблокировал, ребят, танк от скана очередной подъезжает, и 4 голиапа подходят также вместе с ним. Минка по галикам пролетела, какая жесть вообще. Стреляют по голиапу-то, наконец, или нет по этому? Стреляют по голиапу. Курает минус, все, минус сканит у нас. Сканит скан, видит, что ничего нет, тут еще танки приезжают. Нормально там такая, такой продакшн, третью цеху добавляют, кстати говоря, только-только. Минка по голиапу. А bit ahead. Стреляют по гол. Заход. Пропаем. Стрель36. Так, ВСФ по террору скан бомит, сам третью занял, добывает Ваксю уже. Террор зажат, он здесь реально бомжует, сидит, у него 4 факты смешных, здесь 5 работает, сейчас больше еще будет попозже. Везде, короче, мутанчик избревает, скан легко, где он пытается выйти. Здесь блокада, блокаду снять не как ГГ, террор пишет. Да, это ГГ, ребята, очевидно. Террор против Монго, ТВТ-финал корейский, как и ожидалось, собственно говоря, как и ожидалось. Ну, террор молодец, топ-3 попал, в общем, красавчик, если не читер, как говорится. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас я человеку позвоню. Перерыв небольшой, Женя говорит. Ну, там туалет он хочет. И начнем, и надо на самом деле не тянуть, здесь тянуть нечего уже. Сейчас продолжится все, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, ребят, вернулся к вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну всё, норм, сейчас продолжим мы, короче, что движуху, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Так, всё, игра начинается, погнали, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Забыл это сделать сразу. Субтитры создавал DimaTorzok Раз уже решили опускать, то надо пускать. Теперь уже, я думаю, и в перспективе тоже получится с корейцами только всё делать. Потому что, ну, ну чё, раз пустили, теперь все скикнут, что ли? Нет, конечно. Ну, я бы и чисто для, конечно, СНГшников чё-нибудь делать, то весело было. Хотя, можно не для СНГшников, вон, европейцы тоже нагибают, как бы сейчас я смотрю. Вот, ну, понятно, что сейчас мало кто играет, уровень, конечно, пониже стал. Хотя, тот же, ну, тхую неплохо выступает. Второе место в Италии занял там на турнире. Ну, онлайн-турнир и лайн-турнир это разные вещи. Тоже ещё такой момент важный надо учитывать. Здесь лаги, корейцы, там, лагающие всякие, и не только корейцы лагающие. Привет, Skyline 65 рус. Раньше смотрел мои реплеи. Было дело когда-то в первом сторожке, смотрел ли во втором. Давно это было. Чарлик, он задрых там. Как вы видите. Но, перевернулся в Алсар и куда собрался, да? Поймал я этого, Бурцяк. Бурцяк. Иди. Иди. Так, что-то катается тут. КСМ-ка, блин, туда-сюда. Не понимаю, что она катается-то. Всё, откаталась, встала. Здорово, Алваз. Давно тебя не видел тоже. Точнее, пару раз видел, но чё-то не часто. Ребят, ну что, скан оранжевый. Давайте по игре, короче. Это у нас Circuit Breakers получается карта. Скан оранжевый, мон красный. Два тирана получает. Цвета хорошо попали. Так, вроде как, отличаются друг от друга. Вот. Приснилось, что мы бухали у меня с Крафти Крафсом втроём. Мне это, конечно, неплохо. Жаль, что приснилось. Как говорится. Ну что, цехи первые там и там были у нас. Факторки только-только пошли по две штучки. Такая макроигра намечается у нас. Ну, Монк явно и фаворит. Он у нас этот... Он у нас прогеймер, этот полупро. Или с Готи. Можно и с Готи. Можно со всеми вместе. Так, ну, Ткан-барак пытается выпилить. Надо вперёд зайти и стрелять, чтобы маленькие никого не двигались. Что он боится? А, здесь КСМ проехал и видит три факторки прекрасного. Сама уж и четвёртая заказана, кстати, вообще. Вернулись три Марика назад. Усканок чуть-чуть барак не стал убивать, не знаю. Привет, Бигиоу. Какого кота ты чё несёшь-то вообще? Так, ну, четыре факторки делаются. Здесь тоже четвёртая. Здесь уже пятая пошла ускана. Короче, это масс-вультура. Стиль, я так понимаю, другого у меня нет объяснения происходящему. Масс-вультура это интересный стиль. Масс-вультура на масс-вультура. Так, одна ошибка, один бой, который всё решает обычно при этом стиле. Ну, в общем-то, происходит. Ну, а если как-то кто-то свищнулся в танке, например, хитро, то может он, да, там перевернуть, так. Например, попробовать. Но не всегда, не всем получается свищнуться в танке. Я вам скажу так. Будь перебив с косногой. Ну, мучиться я не мучился, но не очень было, да. Мучше спасибо, как раз я у него тормозил тогда. Я, батя его, спасибо, подвёз меня туда в больнице. Блин, я не представляю, как я по метро бомбил бы, ну, после операции. На третий день там выписывал, или на пятый, я чуть не помню. Я уже забыл, если честно. Ну, короче, я охренел так-то, по метро я просто охренел бы это, ну. Там, как бы, приедешь лишний раз. Кто? Приезжает сканк. Куда ты приехал? Здесь танк есть. Танк сейчас накинет. Сколько дамага? Ещё один танк выходит. Провал. Кул. И со стороны скана идёт. Монг поехал в контратаку уже, что ли? Нет, никуда не едет пока. Вот только сейчас вниз погнал. Кстати, здесь минок нет, между прочим. Так, барак висит, прям всё видит вообще. Барак всё видит здесь. Так, КСМ-ка у них поехала, здесь вультура заехали. Минуснул сканул КСМ-ку и уехал сразу назад. Монг сюда сразу же подтягивает своих вультур. Ну, видите, всё чётко, бодро, очень так. Танчик уже третий готов, плюс ещё вультура. А здесь исключительно вультура. И исключительно вультура у скана. Одни-одни вультура. Вот сейчас пока уехал отсюда, вон, скан пытается номинировать танки. Номинировал все эти танки, смотрите. Взрывы хорошие происходят, но не хватает всё равно. Вот ещё под номинку ударило или как-нибудь фокуснуло. Он их убил бы, скорее всего. В итоге ничего он не убил. Две КСМ-ки выходят. Очинит сейчас Монг свои танки просто и всё. Начинает вычинивать. Здесь контратака на вультурах пошла. Скан заезжает к Монгу. Монг, точнее, к Скану. Скан не готов вообще встречать пока. Заминировал здесь всё. Тут Марик вышел, одну минку подобрал. Но тут и нет юнитов-то, которые на мину взрывают. Там они вультуру спашные. Есть все танки. Вычинил уже две лаба, работают у Монга. 95-83 по лимиту в плюсе в явном. Вот первые танки начинают появляться и у Скана. А Монг выдвигается вперёд. Он собирается ставить точку в этой игре. Если Скана заблокируют, он здесь на выходе из своей базы, то это ГГ и будет, собственно говоря. Здесь желательно бы просканить Монгу. Просканить Скана. Да, здесь культуры с культурами. Скановский лучше, значит, надеемся, что Монг делает. Непонятно. На Монгу ещё подъехал, потерял дэмиджи очень много. А, он вниз заходит. Ёмар. Он хочет прийти к оппоненту своему вот сюда, через третью базу, я так понимаю, да? Не, передумал через третью. Слишком откровенно. Вот через вторую можно заходить. При этом третью цеху ставят, ещё танчики ультуры добавляются. Вперёд пока не едут никто. Так, милка достала, очень жёсткая. Ну всё, Монга третья, всё добывать начинает. Рабочих подконтролил, оставил здесь. Танки назад ушли. С концом, как будто бы на третью хочу выходить. Да, цех сейчас пойдёт. ГГ, ребята, 1-0. 1-0 Монг. Всё-таки растревал он с Кана. Вы видите сами. Всё-таки растревал он с Кана, вы видите сами. 1-1, ТВ, 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 точнее 1. Вот. Всё-таки растревал он с Кана. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, третья карта у нас будет сейчас. Может стать последним. Он 2.0 повел, ребят, как вы видите. Так, почему у меня твича еще не было? Что за приколка, блин? Твич почему-то убрался после тимликвида и все. Что за, блин, вообще? Я его не убирал, самое главное. М-м-м. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так, какую-то картинку я обещал. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Монг кормит. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну что, монг скан, ребят. Файтинг спирит у нас карта далее. Идёт, как вы видите. ТВТ. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Первый Старкрафт будет, Русбрейн Кап стремится и в будущем. Второй сезон у нас скоро будет перенесено, все будет на субботу с воскресенья матча Русбрейн Капов. Вот, разберемся там со временем, обсудим это все дело. Не знаю, когда там следующий турнир продолжения, но увидите там анонсы, все будет, короче. Вот и эта карта может последней стать, потому что Монг 2.0 ведет, как вы понимаете. И если он сейчас побеждает, то это все. Скан видит ССФ, отменяет бункер у себя, строятся факта. Кстати, вот у Монга Билд ССФ первая по таймингам лучше, чем депуха Барак ССФ безгазовая получается. ССФ через Барак безгазовый. Так, ну, сканы распличены, рабочие неплохо распличены. Монга тоже все разделено, все четко добывается, и мейн, и вторая. Так, приходит. Скан, а здесь бункер. Ультурка 3 марика уже ничего не сделала. Не знаю, что в бункере там сидит, но марика нет на мэне, значит, все, что были там и сидят, наверное, в бункере, получают. Еще ультурки вперед идут. Переход 2 лаба на факторках. Армори Академия на мэне для сканов Академия, армори для грейдов. А здесь, оу, а здесь в райты инвизные пошли, кстати. С двух старпортов зайдут, интересно, или нет? Здесь нет такой инженерки, то нету здесь пока, и не планируется. Академия на мэне для сканова. Убрать через марика пролетел, минус полкп практически. Акейра поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает на приколюшку какую-нибудь. На приколюшку какую-нибудь. Спасибо, акейра себе. Что-нибудь приколим, да. Здесь уже сканы есть. У сканы везде. Еще бы у скана скана не было вообще. Ну, Монг прогеймер, а скан только полупро. Поэтому так, собственно говоря, и получается. В первом Старкрафте счеткое разделение. Скан просто фановый задрот, корейский стример. Амонг, он на турнирах выступает, АСЛ-ах и так далее. Спасибо, акейра, еще раз. Спасибо всем за поддержку, цены. Летает, что-то шакалят здесь. Эти, урай-тепы чуть-чуть. Ну что, в райты выпилили, барак. Так, танки есть, плюс в райты, две факты. Да похи, строятся. Третья цеха пошла на шесть, видимо, хочется лететь в Монг. А у скана только два танка первых сейчас выехал. Зато у него мяса, мяса нормальная здесь. Пять галиков, четыре вультура. Два марика, даже шесть галиков. Танки сиджатся, и здесь ему уже ничего не сделает. Прикрыл он вторую свою. Будет какая-то атака. Да, неспроста КСМ-ки вперед идут, ребят, от скана. Это вперед они в бой будут идти. Вот он сейчас возьмет их, да. Фронт широкий делает и пойдет вперед сейчас. Но он далеко встал что-то. Пока он сюда дойдет, уже фронт сузится на самом деле. Он как-то сплитит, сплитит армию свою. Но... Атака-то будет, я не помню. Да, пошла атака. Видят Монг, что здесь творится. Надо сзади еще танчики сиджать. Все, Монг сиджет. Еще один здесь есть. Еще один подальше сиджет. Покусит Монг что? Ничего не покусить, что ли? Танки надо покусить. Конечно, чтобы танков не осталось здесь. Это самое главное, ребята, за ней еще-то я тут забываю, что Скроу у нас... Он же этот... Вижен меняет, в общем-то. Отдаляет, приближает. Цеха третья готова, но полететь пока не может. Монг куда, потому что Кан выгнал его из центра. Ну, вроде как эти-то танки убил, а дальше что? Надо блокаду здесь устраивать. Ну, рамку пытаться заблокировать. Но... Ну, блокады нет. Вот это не блокада, можно вот сюда выйти. Будет СССР, тем более уже полетел. Вон, газ ставится. Сейчас туда и рабочие поедут. Снимает Монг часть танков и поехал как раз-таки на третью. Занимать третью он поехал СССР. Четыре танка. Вот этих рабочих можно было бы туда перевести, что и делает в итоге. Вон, где-то слышал, что кто-то бьет кого-то вообще. Вот. Галики в арак сбили. Вот. Так, ну вышел Бонг уже ближе к скану сюда Ребят, скан решил, конечно, дать бой Ну и, кстати, неплохо он дал Бой, сзади танки подъезжают Надо их засичить, мне кажется, не? Врайты гляфов убили И, между прочим, это значит, что врайты сейчас медленно танчики будут выпиливать Ну все тут быстро-то и выпилить не получится Ну третья база забывает спокойно Нужно тут на третью какую-то оборону сообразить Потому что если сейчас зайдет сюда скан, он выбьет просто эту цеху 104 на 80, Монго больше По лимиту я не знаю, как бы позицию он как-то потерял Сейчас ушел в третью со своей Ну один танк можно всидеть, да, хотя бы здесь и вычинить его 5 хп на удар в ультурке остается И как-то так вот Время-время На входе Посднее Время По лимиту И если не успею Время Свист Время Больно Время оборону устраивает на шести ребят скан пытается проатаковать что ли ну тут без шанса просто блокирует здесь можно туретку одну впилить и все норм будет вообще 4 танка, здесь танки во что раскладывают лимита больше у монго в принципе все хорошо и технологии нормально и три факты уже с пристройками работа и старпорт кажется дропшипы делаются ну а пытается скан в блокаду монго взять и кстати вторую заблокированный впрочем два танка скан потерял галлика потерял что-то на муе бегает есть вариант в райцами со стороны вот этого танка забрать но тут рядом голиапа могут подойти вообще что-то 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 Ну что, перестрелки. Идут Монг по чуть-чуть выжимать пытаются скана отсюда. Ой, больно. Больно Монгу. Больно Монгу. Один танк вообще вперед пошел. Это ошибка была с его стороны сейчас. Он попал на скана, когда скан кидал скан. Ой, вынесли мне очень скана. Когда скан кидал скан, Монг вперед тут нагря и пошел в итоге. Продолжение следует. Так, куда там он пытается вылезть. Главное, пытается вылезти. А, он пытается на 3 часа выйти просто спокойно. Ну и все, замолотил здесь всех галиков. Танчик наверх повел. Есть фрайты, которые прикрывают. Ну достаточно здесь у скана, чтобы пробить Монгу. Монгу больше полимит. О, смотрите, какая ниндзя нычка замечательная. Заклад Монгу. Это будет очень сильно решать. О! Начинается дропшип варс. Укана нет дропшипа. У Монга есть, между прочим, дропшипа. А это что значит? Что Монг везет? Центр берет. Пошел вниз сейчас уже. Надо со второй отсюда тоже синхронизировать выход. Мог бы сейчас вот это все сбрить в легкую. Если бы вот этих через Аклик сюда пошло. И этих также у нички юнита. В райты, кстати, наверх летят. Здесь туретка есть, но там есть позиция. Из-за минеральной линии можно встать. Здесь рабочих идеально сконтролить не получает. Но сконтролил все. Так, что в райту прилетело, жесть. Весь Монг выбивает всю осаду, которую скан его берет. Достаточно легко он это делает. Ох, танки еще взорвал. Плюс один, кстати, атака есть. Здесь тоже плюс один. Где арморик крутится, да крутится. А здесь не крутится. Плюс два только что доделалось. Нет. Или это второй арморик? Да нет. ТВТ одно обычно делают арморик. Такое место прям знатное здесь получилось в этой игре. Вот эта база очень сильно, кстати, решает. Пусть 5-130 по лимиту. 4 здесь, 4 там. Но я не знаю, почему Монг тянет резину. У него столько дропшипов, что просто можно лететь, по-моему, убивать в любом практически направлении. Можно на арест прилететь, можно прилететь сюда. На мейн тяжелее, конечно. И то можно вот так вот отсюда влететь, сюда. Пух, 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 так, дохнуть. Сюда или вообще сюда? Так, кажется, скан просканил, короче, ребят, Монг, вот эту базу. А Монг решил лоб сбрить, похоже, да? Вот сверху танки ездят. Летит Монг, куда он летит? Я бы на его месте на мейн. На третью тоже неплохо можно залететь. Он на мейн полетел, да, это ГГ. Хотя нет, здесь танки есть. Танки-то есть, да Монг дальше разложился, где, а никуда они не достают просто, красавчик. И сейчас будет просто нереальное количество забрита депошечек, юнитов, больше всего. Знаешь, такой плюс всегда, разменочный такой всегда в плюс. В данном случае Монг, плюс абсолютно. Падают все танки, один там остался, куда-то достает он, куда он там достает. А, уже никуда он не достает. О, Армори Монг заметил, вот это аплодирует. В втором Старкрафте, куда думаешь, зачастую просто на стадии АПК-3-3 грейды делаются. И не обращают внимания там на фаржи, армори. Вот кореец, прилетел в первом Старкрафте. Сразу видит, крутится какая-то хренотень, явно грейд там делается. Сейчас будет. Все, плюс два не будет. Плюс два не будет у Монга, а у самого заказа. Молодец. 200 на 148 лимита здесь. Так, один там, зря сюда рыкнулся, его галлик сразу забили, переадрелись. Тут уже пошли в ультуры, перекос по минералам, я так понимаю, идет он в Монга. Блин, у скана много баз, меня это беспокоит. Здесь вот просто база в наглую занята, и Монг ничего с ними не делает, между прочим. Тут тупо объехать можно ультурами, вот так через верху туда приехать. Вот мне кажется. Все, пошла атака, очередная от Монга, надо отдалить чуть. Вот он сверху выбивается, снизу еще прирост идет прямо через центр. Что-то ошибка, здесь три танка минуснут вот этих юнитов. Прикольно, что можно отдалять, сейчас так сделали. Здесь продолжается движение. Ну тут Монг вспахивает просто все. Танки птичь, не знаю, на мой не пошел, не знаю. Залпу хорошие, два танка сразу упали. Еще один упал. Рабочие наверх тем временем переводятся, новые подстраиваются эти. Дропшипы надо побольше бы их еще бы запилить, чтобы прилететь сюда, куда-нибудь дропнуться. Никакой обороны здесь нет. Монг пассивничает сейчас, можно затянуть. Смотрите, здесь лимиты-то уже ровные почти, и бас одинаково стало почти. Так, а здесь что такое? А как тут цеха куда делать? Здесь не цеха, что строилась, я не понимаю. Что-то у Монгу куда-то цеха делать, не понял я куда, честно. В общем, ровное количество бас. Сейчас Монг эту замедлим побольше будет. Здесь просто не 12 часов, не здесь не контролирует скан. Я надеюсь, они не собираются высасывать минералы из-за последней вазы. Прям биться. Культура приехали к скану наверх, вон, буквально. И рабочих наубивали, будь добр, просто. 5 здесь, 3 здесь нет, убито. Могли бы и больше, а не убить, конечно. Смотрите-ка, скан тоже в 200 ушло, а те глянем, что есть. 1, 2, 3, 4, 5 фактурах с лабораторией. 1, 2, 3, 4, 5 фактурах без лаборатории. Ну, в ТВТ лаб больше делают, танки важны. С процессами культура, конечно, больше. В старпорты пошли. 1 здесь, плюс еще 3 строятся. То есть это масса в райты на грейдить. В райты плюс 2, в тарморе. Иначе они печальные будут, не грейзенные вообще. Монт на центре, там движения какие-то делают. Так, ну идут перестрелки. Хорошая такая позиционная ТВТ. Смотрите, друг напротив друга разложились. Только дроп сейчас могут зарешать. Но, тем самым, Монт что говорит? 6 часов у меня есть, дружок, а у тебя нету базы. То есть 5 своих взял, 5 своих взял и сиди на жопе ровно. А у меня 6 уже баз. И 7 я контролю. То есть если я тут законтролю, то все. Придется скану лезть, выбивать. Это совсем печально. Так, скан ломиться решил. О-о-о, не, дружок. Смотрите, сколько Монгу здесь. Это жесть. Все сидится. Монгу очень много. Скана мяса вперед идет. То есть часть до танков с юмитом зашло. Ну, я уверен, что скан здесь полностью не выбьет вот эту осаду. Хотя почти полностью. Точнее осаду, конечно. Эту линию обороны. Хотя почти полностью уничтожил. Но по лимиту меньше скана стало. Монт 2-0 у скана 1-1. И 2-ая атака еще не подъехала, как вы видите. Ганки раскладываются. В райты, бот, ганки свалили. 10 сс, она 12 пошла. Старпорта. Да, Старпорта скан делает. А, он дропшу пришел подмастить. А здесь уже в райты вовсе хлебаются, кстати. 1, 2, 3, 4. И еще 3 делаются. 7 Старпорта скоро заработает. Агрейды. Да, армонийсо, нормально. Так, ну пока по нулям. Так, ну пока по нулям. Решил монг сейчас сверху, похоже, выбивать скана. В райты плюс танки в райтох очень много. Кстати, галиков все 4 штуки. Пошла атака наверх. Монг мощная. 200 на 180. Где у скана 200? Укшу на 180, сколько я не знаю. Выбил все здесь монг. Вот такое-то, вот эта игра достойная финала получилась. Например, предыдущего. Это прям мощная такая. Вот это у нас. Ой, сливается дроп шп. Минус монг, ребер. Ой, минус скан. Он пишет гг. Здесь позиционно победил. Здесь какое-то резкое развитие событий. В батлкрузерах мы не увидим. Здесь и часового ТВТ. Ну и так 26 минут. Куда больше-то, ёп. Ёп. Куда больше-то, ёп. Такс, короче, ребят. Короче, я делаю стоп-старт и вернусь к вам потом. Вот через полтора минуты стопанется. Стрим будет, его не будет. Я вернусь и пойдём на гофу СК уже мы, короче, ребят. Я не хочу первый стоп-старт вместе со вторым выкладывать запись. Поэтому надо стоп-старт делать. Сейчас я вернусь скорой.